Девушки отдыхают 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 Хочет, запомнит. А ну, лейка. Здешний дворник не видит. Это хорошо. Стало быть, отсюда выезжают. Остается только одна квартира, занятая. Да что со мной? Совсем нервы ослабели. Здравствуйте, Алёна Ивановна. Раскольникова студент. Был у вас назад тому месяц. Что угодно-с. А, вот. Я заклад принес. Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня, месяц как минул. Я вам еще проценты за месяц внесу. Потерпите. А в том, моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много ли за часы дадите, Алёна Ивановна? С пустяками ходишь, батюшка. Ну, почитай, ничего не стоит. Рубля четыре ты дайте. Отцовские я выкуплю. Я скоро получу. Полтора рубля-с. И процент вперед, если хотите-с. Полтора рубля. Точно так-с. Давайте. Это комод. Должен быть верхний ящик. Но у нее там еще один ключ есть на связке. Втрое больше всех. Он, конечно, не от комода. Стало быть, еще есть какая-нибудь шкатулка или укладка. А, впрочем, как это подло все. Коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля с вас пятнадцать копеек, да за два прежних рубля с вас еще причитается двадцать копеек. Всего тридцать пять. Стало быть, приходится вам теперь за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Как? Уже рубль пятнадцать копеек? Точно так-с. Получитесь. Я, я к вам на днях еще приду и принесу хорошую вещь. Папиросочницу серебряную. Вот тогда и говорить станем, батюшка. Ступайте. Чистота какая? Ступайте, ступайте. Не пылинки, Лизаветина работа. А, а вы все дома одна сидите? А сестрица ваша где? А какое вам дело до нее будет батюшка? Ничего особенного. Так спросил. Прощайте, Алена Ивановна. Ступайте, ступайте, ступай. Ступайте, ступайте. О боже. Как это все отвратительно. Грязно. Пакостно. Гадко. Гадко. Пива холодного! Сива ему, да ты чина на себе не имеешь! Я имею! Да ты чина, чина не имеешь! Я не имею! Да ты чина, чина не имеешь! Я не имею! Выраться! Я не имею! Молодца! Целый год же оно ласкал! Целый год же оно ласкал! Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов, такая фамилия. Титулярный советник. Осмелюсь узнать, слушать, изволили? Нет, учусь. Студент, стало быть, или бывший студент. Так я и знал, так я и думал. Опыт, милостивый государь. Неоднократный опыт. А позвольте… Бедность, милостивый государь, это не порокс. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем мать. Но нищета милостивый государь. Нищета порокс. Случалось вам, молодой человек, нуть и спрашивать денег взаймы безнадежно. Случалось. То есть, как безнадежно? То есть, безнадежно, вполне-с. Заранее зная, что сей человек ни за что денег не даст. Ибо зачем, спрашиваю, он даст. Ведь он знает же, что я не отдам. И вот зная заранее, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и… Для чего же ходить? А если не к кому? Если некуда больше идти? Ведь надобно, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Когда единородная дочь моя по желтому билету пошла. Ибо дочь моя по желтому билету живется. Ничего. Ничего, милостивый государь, ничего. Пусть, пусть. Вся человек. Пусть, а свинья. Да? И еще бы. Пусть я подлец. А Катерина Ивановна, супруга моя особо образованная, его рожденная штаб-офицерская дочь. Вдовой уже взял ее с троими детьми, мало-мало-меньше, плача и рыдая, и руки ломая, пошла. Ибо некуда было идти. Попаде Ячинской пошел, свою прежнюю нашел. А тем временем возросла и дочь моя, Соня, от первого брака. И что вытерпела она от мачехи своей. О том я умалчиваю. Теперь же обращусь к вам, молодой человек, с вопросом приватным. Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? Пятнадцать копеек в день. Не заработает. Пятнадцать копеек. Пятнадцать копеек. А тут, ребятишки голодные. И вижу я, часу, и так в шестом Сонечка встала, одела бурнузик и с квартиры отправилась. А в девятом часу обратно-назад пришла, пришла Екатерине Ивановне. И на стол перед ней тридцать силковых выложила. Ни словечка при этом не вымолвила. Только надела на голову наш большой Тродедамово зеленый платок. Легла на кровать лицом к стене. Да-с. А я тогда лежал. Пьяненькая-с. Черт. Хуторок давай, продавец водки. Хуторочек, хуторочек, хуторочек. Пожалуйтесь. Огурцы есть, сухари черные, рыба копченая-с. Не сиди. Отслужи. Пшу. Отца, глядите на меня. Так и Денис, дымал. И службе конец. И весь мундир в разбивочной у Египетского моста лежит. И взамен чего получил сие одеяния. И всему. Всему конец. Сегодня у Сони был. На похмелье ходил просить. Ха-ха-ха-ха. Неужели дала? Вот этот самый полуштопс. На ее деньги ей куплен. Тридцать копеек. Вынесла последнее. Я сам видел. Ну, сударь. Жаль вам тебе меня или нет? Ну, говори, сударь. Жаль или нет? А чё тебя жалеть-то? Жалеть? За что? Зачем меня жалеть? Там я жалеть не за что. Меня распять надо на кресте, а не жалеть. Ну, он. Он пожалеет. Он, кто всех пожалел. И кто всех и вся понимал. Он единый. И он судья. Рассудил, судья. Заврался. Я катать в нальчи. Он вас плакует. Идем. Выходите, скажет Эфель. Выходите, пьяненькие. Выходите, слабенькие. Выходите, соромненькие. И скажет. Свиньи вы. Образы свириной печати. Во. Ну, приедете и вы. И прострет нам вруцы свои. И мы припадем. И заплачем. И все поймем. Господи, Господи, да приедет царствие Твое. Пойдемте, сударь. Доведите меня. Я ведь, я ведь не того боюсь, что на волосы драть начнет. Волосы вздор. Это ничего. Пусть попьет. Пусть. Душу, душу отведет. А я глаз ее боюсь. Да-да, глаз. Красных пятен на щегах тоже боюсь. И дыхание. Знаешь, какое в этой болезни дыхание. При взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь. Выше, сударь. Четвертый этаж. Квартира Амалии Федорны Липи-Вексель. Полудневный жар в долине Дагестана. Свинцом в груди лежал недвижим я. А-а-а-а! Воротился. Холодник! Изверг! Где деньги? Где деньги? Что у тебя в кармане показывает? Пойдем. И платье не то. Где платье? Где деньги? Господи! Где? 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 Говори! Неужели все пробил? Двенадцать целковых! Господи! Погодите, еще Амалия не услышала. И это мне наслаждение! И это мне не будет! Амалия не услышала. Амалия не услышала. Амалия не услышала, амалия не услышала. Все пробил! Все пробил! Треклятая жизнь! Опять шкандаль! Гокт дэр бакм герцегэ! Опять шкандаль! И ты с ним пил? Не стыдно? Вон. За квартир дельте не платила такой манер. Завтра мать с квартир. Амалия Людвиговна. Мать! Я прошу помнить. Я раз на прежде, я не Амалия Людвиговна. Я прошу вас помнить. Я Амалия Ивановна. Я сказала, раз... Вставай! Че спишь-то? Пятьдесятый час. Хочешь чайку-то? От хозяйки, что ли? Какой от хозяйки? Мой. А Просковья Павловна в полицию на тебя хочет жалиться? В полицию. Что ей надо? Денег не платишь и с фатиры не сходишь. Известно, что надо. Не кстати. Дура она. Сегодня зайду к ней поговорю. Дура-то она дура. А ты что, умник? Лежишь, как мешок. Ты же говоришь, детей учить ходил? А теперь по что, ничего не делаешь? Я делаю. Что делаешь? Работу. Какую работу? Думаю. Денег-то много, что ли, надумал? За детей медью платят. За копейки что сделаешь? А тебе что, сразу весь капитал надо? Да. Весь капитал. Ну, ты помаленьку, а то испужаешь. Да. Забыла. Тебе ведь письмо вчера пришло. Давай скорей. Угу. Почитаю, на три копейки своих отдала. Вот, бери. Только уйди скорей, ради Бога. Уйди. Милый Родя, вот уже два месяца, как я не могу побеседовать с тобой письменно. Ну, не обвиняй меня в этом. Когда ты написал, что слышал, как будто Дуня Терпидов в доме господ Сведригайловых очень много грубости, что я могла написать тебе? Дело в том, что она вступила в прошлом году в этот дом гувернанткой, взяла у них вперед целых сто рублей. Для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей. Тогда обманули, что искуплено Дунечкой прежних денег. Стало быть, нельзя было оставить место, не расплатившись долгом. Ибо сам Сведригайлов обходился с Дунечкой очень грубо, делая ей разные неучтивости, насмешки. Но, наконец, не удержался, осмелился и сделал Дунечке явное и гнусное предложение. Обещай бросить все и уехать с нею за границу. Долг, щадя Марфу Петровну, пришлось бы поселить в семействе Раздор. Сведригайлов. Развязка неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и поняв все привратно, во всем же ее и обвинила. Ужасная сцена даже Дунечку ударила. Точно же в город. По крестьянской телеге. Господи, да что ж это такое? Целый месяц по городу ходили сплетни. Все знакомые перестали кланяться. Хозяева стали требовать, чтобы с квартиры съехали. Полтора месяца уж как она дома, а месяц назад… Алена Ивановна? Здравствуйте. Мне адрес ваш Погорев дал студент, а моя фамилия Раскольников. Я вам тут вещь одну принес. Вот. Я выкуплю скоро. Я, собственно, это подарок сестры. Два рубляс. Как два рубля? И того не стоит. Его и новое у ювелира за полтора купить можно. Давайте. Опа! Партия! У тебя чай! Не разорюсь! Что, Алена Ивановна выручила? Покровительница студентов? Да хоть бы и так. Славная она, у нее всегда можно денег занять. Богата, как крест. Может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгует. Только стерва ужасная. День просрочишь и все. Пропал заклад. Притом сделал уже свое извещание, все деньги в монастырь. На вечный помин души. Ну, а ты-то откуда знаешь? Лизавета, сестра ее сводная. Как это странно. Такое совпадение. Я оттуда, а не про нее. Что это? Случайность или указание? Нет. Вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. Уверяю тебе, без всякого зазора совести. Не, стой. Я, конечно, пошутил. Но смотри. С одной стороны, глупая, ничтожная, злая старушонка. А с другой стороны, сотни тысяч семей, гибнущих в нищете. За одну жизнь, тысячу жизней спасенных от гнидения и разложения. Одна жизнь и сто жизней взамен. Да ведь тут арифметика. 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 Одна жизнь и тысяча жизней. Все это я уже слышал. Все эти молодые разговоры. Но почему именно этот услышал тогда? Почему так легко отыскиваются почти все преступники? Что? Невозможно скрыть следы? Нет. Причина в самом преступнике. Почти всякий подвергается какому-то упадку воли и затмению рассудка. Это как болезнь. Ну вот и все. Заклад. Нет. Топор. Конечно, топор. У хозяйки есть. Достать легко. А как по улице нести? Под пальто спрятать. И что же, рукой придерживать? Нет. Приметно. Петля. Лезем в петлю. Вот так. Вот так. А потом через карман можно ручку придерживать. Чтобы не болталась. И это уж не будет. Не может быть приметно. Господи, какая нелепость. Чудовищно. Невозможно. Впрочем, это же я только так. Мечтаю. Помнишь, изговор о преступлении? Только со мной никакой болезни не будет. Не может быть. Потому что это не преступление. Все это способствовало и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, я должна тебе сказать, вся наша судьба. Узная, милый Родя, что к Дуне посватывался жених. И что она успела уже дать свое согласие. Уже? Когда? Петр Петрович Лужина, надворный советник, дальний родственник Марфы Петровны, был принят? Пил кофе. На другой же день прислал письмо. Предложение. Просил скорого решительного ответа. На другой же день. Служит в двух местах. Уже имеет свой капитал. Человек положительный, но враг предрассудков. При втором визите, уже получив согласие… Что? Что? Не бывать этому браку, пока я жив. Не бывать. К черту господина Лужина. Нет, мамаша. Нет, Дуня. Не обмануть меня вам. В разговоре он как-то выразился, что уже прежде, не зная Дуни, он положил взять девушку честную, но без приданного. Ту, которая успела испытать бедственное положение, потому, как объяснил он, муж никогда не должен быть обязан своей жене. А гораздо лучше, если жена будет почитать мужа своего за благодетеля. Но он как-то высказался мягче. Я помню лишь одну только мысль, но все-таки мне показалось, что как-то это немного резко. Ах, немного? Мамаша, но Дуня-то, Дуня что? Слова – это не дело, маменька. Он человек, хотя и небольшого образования, но умный. И, кажется, добрый. Кажется. И за это, кажется, она замуж идет. Петр Петрович теперь спешит в Петербург. У него там большие дела. Он собирается открыть публичную адвокатскую контору. Уже решено, я и Дуня. Скоро выезжаем в Петербург. Может быть, даже через неделю. Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек, а именно переправить нашу, нашу поклажу. Большой сундук там, как через знакомых. И тут под надух немножко. Это дешевле проезда. А, пожалуй, что и задаром пойдет. До железной дороги от нас девяносто верст. Я уже договорилась с мужичком-извозчиком. В телеге. В рогожи крытой невеста. А там приблагополучно доберемся третьим классом. Тысячи верст. А ведь это ваша невеста, господин Лужин. Надо подумать еще и о приезде в Петербург. Нельзя ж появиться без гроша в кармане. Ну, хотя бы на первые дни. Да на что же вы надеетесь, мамаша? А? Я, как ты знаешь, иногда занимаю в счет пенсиона у местного купца Афанасия Ивановича Вахрушина. У Вахрушина? В счет пенсиона? А потом? А теперь, когда все узнали, что Дуня выходит замуж за Петра Петровича, мой кредит увеличился и Афанасий Иванович мне даже до семидесяти пяти рублей поверит. Так что на днях я тебе рублей двадцать пять. Или даже тридцать вышлю. Вот. Вот в чем вся штука-то. Не о себе они думают. И для себя Дуня замуж выходит. Ну, конечно. Ни с его, ни с ее стороны. Господи. Здесь особой любви нет. Это… А что же есть уважение к Лужину? Да ведь он вам ясен, Авдузия Романовна. Он вас не в жены берет. В наложницы законные. Ты один у нас. И у меня, и у Дуни. Ты наше все. Вся надежда. Все упование наше. Да что же вы в самом-то деле обо мне-то подумали? Нет, Дунечка. Нет, мамаша. Не хочу я вашей жертвы. Не принимаю. Не бывать тому, пока я жив. Не бывать. Не бывать. Не бывать. А что же я сделаю, чтобы этому не бывать? И вы сведери Гайлов. Вам чего тут надо? Убирайтесь. Вот что. Да как ты смеешь? Ашканальчик. Полные господа, не извольте драться в публичных местах. Вы чего? Вам чего надо? Кто таков? Вас-то мне не надо. Я бывший студент Раскольников. Пойдемте-ка я ему что-то покажу. Видите? Совсем пьяная. Кто ее знает из каких? Они похожи, что по ремеслу. Вернее всего, напоили и обманули где-нибудь в первый раз, понимаете? И на улицу пустили. Ведь ее одевали, а не сама одевалась. А теперь смотрите сюда. Уж мне поверьте, он следил за ней. И ждет, как только я уйду. Как бы нам ее не дать, а домой ее отправить, а? Не дать-то им можно с... Барышня? А, барышня? Где изволите проживать? Пшла! Ах, как нехорошо. Стыд-то какой. Вот ведь, вот так. Беда. Вот двадцать копеек. Возьмите звездчика и велите ему доставить ее по адресу. Да, кабы не сказали, куда их предоставить, а то... Барышня, а, барышня, куда прикажете? Где изволите квартировать? Фу, бесстыдники пристают. Не беспокойтесь, не дам-с! Послушайте, эй! Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится! Вам-то чего? Двадцать копеек мои унес. Ну и пусть того же господина возьмет. Да и отпустит с ним девочку. Тема кончится. И с чего я ввязался? Да пусть их переглотает друг друга живьем. Бедная девочка. А впрочем, это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то. К черту, чтобы остальным не мешать. Процент. А что, коли Дунечка в процент попадет? Молишься ли ты Богу, вроде по-прежнему? Вспомни, милый. Как еще в детстве, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на колено. И как мы все тогда были счастливы. Серж! Пойдем. Пойдем. Папочка, за что же они бедные? Лошадку бьют. Пьяные шалят. Не смотри, не смотри, сынок. Пойдем, пойдем. Рода, Рода. Рода, Рода. Слава Богу. Боже, да неужели ж я в самом деле возьму топор? Стану бить по голове, разморжу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови. Нет, я не вытерплю. Не вытерплю. Пусть никаких сомнений в расчетах, пусть арифметика, но я же все равно не решусь. Ведь я знал же, что не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей. Господи, свобода. 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 Мы, Лизавета Ивановна, и пришли самориче, приходите-ка завтра в часу седьмом, а где продавцы прибудут. Завтра. Эка ведь вам, Алёна-то Ивановна, страх-то задала. Да вы ей ничего и не говорите. Сейчас зайдите к нам, не прощаясь. Оно дело выгодно. Потом и сестрица сами могут сообразить. Аль, зайти? Я говорю, в Симом часус. Самоварчик поставим. Завтра. В Симом. В Симом, в Симом. В Симом. Завтра. В Симом. В Симом, в Симом. Я говорю, в Симом часус. Завтра. В Симом. В Симом, В Симом. Неужели шесть часов пробило? Неужели шесть часов пробило? Воля и рассудок. Настасья, конечно, уже у соседей. Или в лавочке. А если я приду через час, а она уже вернулась, как положить топор обратно в кухню? Впрочем, это мелочи. Мелочи. Главное, воль и рассудок. Из чего я взял, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему? Почему я так, наверное, это решил? И какой случай навсегда потерял? Эй, дворник! Нерассудок так без. Неужели половину восьмого быть не может? Верно, бегут. Давай распрягай! Пройдет! Какого пройдет? Пройдет! А я говорю, пройдет! Распрягай, говорю! Не подумаю! И не подумаю! Да нечего со мной спорить! А? Давай распрягай! Видишь, не проходит! И не подумаю! Сказал не… Митька! А? Восемь-то скоро! А ты торопишься, что ли, куда? Принцессы ждут? Да ну тебя к лешему! Откуда они тут? Ну ничего, отними два этажа. Не усилий! Не бледен ли я очень? Не подождать ли еще? Пока сердце не перестанет. Да чё, чё? Здравствуйте, Алена Ивановна. Я вам вещь принес. Господи, да чего вы? Кто такой? Что угодно! Помилуйте, Алена Ивановна, Раскольников, ваш знакомый, заклад вам принес, что обещался на Медни. Да что вы так смотрите? Точно не узнали. Хотите берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда. Да что это вы, батюшка, так вдруг? Так а что такое-то? Серебряная папиросочница. Я же вам говорил в прошлый раз. Да что это вы, батюшка, такой бледный-то? И руки дрожат. Поневоле станешь же бледным, клеясь нечего. Папиросочница? А что это она, как будто и не серебряная? А, вы посмотрите. Папиросочница. Ишь тут навертел. Папиросочница. Что это он тут навертел? Сейчас. Как бы не выронить. Как бы не выронить. Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас. Навертел-то. Навертел. Сейчас. Вот. blankets. С Montи depois. У-у-у. Как cage. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не уйти ли? Нет, поздно. Поздно. А вдруг? Нет, нет. Мертво. Мертво. Что это? Стой, а укладка-то? Кладка. Красная. Она красным неприметнее. Господи, с ума что расскажу? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вон, вон отсюда скорее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Рассудок и воля И никаких следов Рассудок и воля И никаких следов Ну, или есть. А я не замечаю. Боже мой, надо бежать. 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 Боже. Как я мог не догадаться, что не заперто? Ведь я же видел Лизавету. Вошла же она как-нибудь. Не через стену же. Нет, опять не то. Опять не то. Надо идти. Идти надо. Не знаю я другого Тростника. Я сам Тростников, понимаешь? Если ты Тростников, значит должен знать, кто такой Тростников. Да не знаю я другого Тростника. Я отговаривал нечто, что он лысый. Иди отсюда! Иди! Это сюда. Сюда. Второй этаж. Третий. Сюда. 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 Что это? Будто пошевелились. Нет. А что делось? Да что они там дрыхнут? Или передушил их кто? Их глядет. Эй, Алена Ивановна, старая ведьма. Лизавета Ивановна, красота неописанная. Отворяйте. Неужели нет никого? Здравствуйте, Кох. Странно, куда б старухе уйти? Сам не пойму. И зачем тогда назначать? Сама же мне ведьма час назначила. Эх, а я думал, где будет опять. Не спроси для удворника. Чего? Куда ушла, а когда придет? Черт, круглый год лежит, киснет, ноги болят, а тут вдруг... Черт, делать нечего. Стойте. Смотрите. Видите, как отстает? Ну? Значит, она не на замке. На запоре, на крючке, то есть. Слышите, как брякает? Ну? Да как же вы не понимаете? Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не запор изнутри. Стало быть? Они дома сидят, да не отпирают. Хм. И вправду. Так что же они там спят, что ли? Стойте, стойте. Что-нибудь не так. Вы ведь звонили, не отпирают. Значит, или они обе в обмороке, или... Что? А вот что, пойдемте-ка за дворником. Пусть он их сам и разбудит. Дело. Нет, стойте. Останьтесь-ка вы здесь, а я сам сбегаю. Мало ли что. Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Да. Тут очевидно, очевидно, что-то не так. Пожалуй. Черт. Крикнуть и кончить все разом. Останьтесь, поднимите по-другому. Скорее по-ужему. Но скорее по-ужему. Да. Ну, скорее по-ужему. Леший черт! Держи! Митька! Митька! Шутя, дери! Звонили, дергали, не отпирают. Очевидно, что-то не так. Поглядим. Остановят. Все пропало. Пропустят. Тоже все пропало. Запомнят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эх, не надо было вам уходить, Кох. Да. Вас, черт, не дождешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТОПОР ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Попадай. Повестка из конторы. Из какой конторы? Полицию, значит, зовут. В контору. В полицию? Зачем? А мне почем знать? Требует и иди. Никак совсем разболелся. Со вчерашнего дня в жару. Че тебе в руках-то? И шлохмотьев каких набрал, и спить с ними ровно складом. Чаю-то принести? Нет. Я пойду. Я сейчас пойду. Как хочешь. Если спросят, я, может быть, и скажу. Ну-ка, ну пошли, я тебе говорю. Да, так, и оприходите в депешу из департамента. Это точно. С сегодняшним числом. Войду. Встану на колено. Давайте посмотрим, что получилось. Я ей все расскажу. Что? Чего тебе? Ступай туда. Письма водителю. Подождите. Наверное, не то. Впрочем, какая-нибудь глупость и могу выдать себя. Луиза Ивановна, вы бы сели. Их танки. Духота здесь. Воздуха нет. Самая мелкая неосторожность и… Надо о чем-нибудь другом думать. Тебе чего? Тебе чего? Потребовали. Это студент по делу обзыскания из них денег. Каких денег? Ну, стало быть, уже, наверное, не то. А вам когда приходить написано «Милости с дарь»? Мне принесли ее всего четверть часа назад. И того довольно, что я больной в лихорадке пришел. Не извольте кричать. Я не кричу, это… Это вы на меня кричите, а я, студент, и кричать на себя не позволю. Извольте молчать! Вы в присутствии! Да и вы в присутствии, поручик! А, кричите. Да еще папиросу курите. Стало быть, всем наманкируете. Не ваше дело это! А вот… Жалоба на вас! Денег не платите! Покажите ему, Александр Григорьевич! Вот, прочтите. Это с вас требует по заемному письму. Да я никому не должен. Письмо законное, в сто пятнадцать рублей. Выдано вами коллежеской асессорше Зарницыной назад ему девять месяцев. А от нее перешло к надворному советнику Чебарову, коим и подано к обзысканию. Зарницыной, да ведь она моя хозяйка. Ну так что ж… Что хозяйка? Господи! Какое мне дело? Главное – не то! Не то! А ты что? Опять прошедшую ночь дебош на всю улицу? Опять драка и пьянство, а? Ведь я уж предупреждал тебя десять раз! Илья Петрович… Предупреждал, что в одиннадцатый не спущу! А? Ты опять? Никакой шум и драк у меня не были, господин капитан. У меня благородный дом. Они прищоль пьян и три бутылки спросили. А потом стал ногом на фахты пьян играли. И гант фахты пьян ломали. И все, кстати, бутылки талькали. Ну, 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 ну! Довольно! Ну, Илья Петрович… Так вот, тебе, почтинейшая Лавиза Ивановна, мой последний сказ! Если у тебя в твоем благородном доме еще хоть один только раз, так я тебя самое на секундер! Слышала? А ты пошла! Я вот тебе сам загляну. Вот тогда берегись! Ой, 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 ой! Гром, молния! Смельчурага! Ну, да что! Вот, извольте видеть! Да! Господин сочинитель, то есть студент, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, а изволь в претензию войти, что я папироску при них закурил. Вы, верно, чем-нибудь обиделись и не удержались, но это вы напрасно! Наиблагороднейший, скажу вам, человек! Но порох! Порох! Спылил! Скипел! Сгорел! И нет! И все прошло! Осталось только золото сердца! Мы его в полку так и звали! Поручик Порох! И какой волк был? Помилуйте, капитан! Я готов даже просить у них извинений, если в чем со своей стороны монкировал. Но вникнете и в мое положение, а мне пришлют, я заплачу. Но сейчас, когда я ее уроки потерял, им не есть нечего. Ну, помилуйте. Но ведь это же не наше дело. Совершенно с вами согласен. Но позвольте же и мне разъяснить. Я живу у этой хозяйки около трех лет. Хотя, впрочем, нет, с самого начала. Я дал обещание жениться на ее дочери. Впрочем, она мне даже нравилась. Обещание словесное, совершенно свободное. И хотя я не был в нее влюблен, слово молодость. То есть, я хочу сказать, что хозяйка тогда мне делала очень много кредиту. Все эти чувствительные подробности, милости, сдарь, до нас не касаются. Ну, это ты жестоко. Что? Никодим Фомич. Пишите. Что писать? Я продиктую. Я такой-то, такой-то. Проживающий там-то и там-то. Какое мне дело до всего этого? Этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор. До всех этих людей. Мне ведь более нельзя. Незачем к ним обращаться. Ни в коем случае. Ни в какую минуту. Пусто. Пусто. Один. Не продавать, не дарить, не скрывать своего имущества. То у вас и перо из рук валится. Вы больны? Да. Голова кругом. Дальше. Да все, все. Подпишитесь. Встать, отойти к Никодиму Фомичу и все рассказать. До последней подробности. Затем пойти с ними на квартиру и указать вещи. Не, а вы думаете ли? Нет. Лучше сразу с плеч долой. Ну, разве б он мог, если б с таким намерением шел? Ну, позвольте, они же уверяют, что стучались и дверь была заперта. А через три минуты выходит, что и отперта. Да в том-то и дело, что убийца за дверью сидел, запершись на засов. И мы б его непременно накрыли, если бы Кох не сдурил. А он за эти три минуты успел спуститься вниз и незаметно мимо них прошмыгнул. Кох до сих пор двумя руками крестится. Говорит, если бы я там остался, он бы непременно меня топором бы зарубил. А убийцу никто не видел. Да где ж тут увидеть? Дом до мноя в ковчегах. Дело ясное. Дело ясное. Нет, дело очень неясное. Вы что это? Больны? Они как и подписывались, так и пером едва водили. А давно вы больны? Со вчерашнего. А вчера? Со двора выходили? Выходил. Больной? Больной. В котором часу? В восьмом часу вечера. А куда, позвольте спросить? По улице. Коротко и ясно. Ну, он едва на ногах стоит, а ты? Ничего. Ну-с, хорошо-с. Мы вас не задерживаем. Чайку? Обыск. Сейчас обыск. Они меня подозревают. Ап! Как я мог здесь все оставить? Как я мог? Господи. В воду. Все концы в воду. Поскорей. Черт. И все смотрят. Мне кажется, надо на Неву. Там незаметнее. А ну как футляры не утонут, а поплывут. Вода. Зачем в воду? На острова? Ну, конечно, на острова. Зарыть. И место, пожалуй, заметить. Сюда? Что сюда? Куда-нибудь и сразу уйти. Как и было, ничего не заметно. Схоронены концы никто искать не будет, а хоть бы и нашли. Кто на меня подумает, все кончено. Нет, Олик. Вот тут он и живет. В этом доме. Разум не хим. Это что же? Я к нему сам пришел? Или просто шел и сюда зашел? Все равно. Сказал же я, что к нему после того пойду. Ну и пойду. Да ты нашего брата перещеголял. Неужели уж так плохо? Да садись же. Да ты серьезно болен. Знаешь ты это? Не надо. Вот что. У меня уроков нет никаких. Впрочем, совсем не надо уроков. Прощай. Да постой ты, чудак. Где-то почти обидно. На кой черт ты пришел-то после этого? Пришел. Потому что кроме тебя я никого не знаю, кто бы мог помочь. А теперь вижу, что не надо. Слышишь? Совсем не надо. Я сам один. Оставьте меня все. Да постой на минуту, трубочист. Нет, совсем с ума сошел. Видишь ли, уроков у меня нет. Да и наплевать на них. Есть на толкучем книгопродавец Херувимов. Ммм, пальцем в своем роде урок. Так, вот тут два, два слишком листа немецкого текста. Глупейшего шарлатанства. Рассматривается человек-женщина или не человек. И торжественно доказывается, что человек. Растяну листов на шесть. Присочиним с Херувимовым заглавие в пост страницы и пойдет по полтиннику. Да, только мне по шести ссылков с листа. Пятнадцать за все. Шесть я взял вперед. Коли хочешь, бери второй лист. Вот тебе три рубля. Переведешь, получше еще три. Да, кстати, и не считай, пожалуйста, за услугу с моей стороны. Я в немецком иногда просто швах. Ну, все больше от себя пресочнее. А тема утешает, что иногда только лучшее выходит. Ты знаешь, кто знает, может не лучше, а хуже. Так что ты мне теперь полезен будешь. Берешь? Берешь или нет? Бумагу-то возьми. Перьев. Это все казенное. Да у тебя белая горячка, что ли? Родя! Да у тебя белая горячка, что ли? Родя! Чего же ты комедии разыгрываешь? Не надо переводов. Да какого черта же тебе надо? Эй ты! Где ты живешь? Ну и черт с тобой! Мороженое! 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 Мороженое хорошо-с! Мороженое! Эй, голубка! Берегись студианка! Прими, батюшка, в Христо ради. Мороженое! Мороженое прошусь! Как ножницами. От всех и всего. Не бойся, вчерашнего дня не ел. Прошлялся, а самого лихоманка бьет. Анастасья, за что били хозяйку? Илья Петрович, помощник надзирателя. Сейчас, полчаса назад, на лестнице. За что он ее, зачем приходил? Что ж ты молчишь, Анастасия? Это кровь. Кровь? Какая кровь? Никто хозяйку не бил. Я сам слышал. Я не спал. Никто не приходил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выхода нет, ее шпичонками запекаться начнет. Тут и начнет мерещиться. Анастасия, дай пить. Что ж ты молчишь? Очнулись. Сейчас очнулись. Да, это ты, брат, хорошо сделал. Четвертый день едва ешь и пьешь. Хочешь есть? Хочу. У вас суп? Вчерашний. С картофелем и рисовой крупой. С картофелем и крупой. Тащи. Тащи и чай давай. Да, и не худо, чтобы Праскоя Павловна бутылочки две певца откомандировала. А мы выпьемся. Ну, что и его страну. А вы кто изволите сбыть? Я вот, изволите видеть Вразумихин. Не Разумихин, как меня все величают, а Вразумихин. Студент. Дворянский сын. А он мой приятель. А я в нашей конторе артельщиком. От купца шла Паевос. И сюда поделос. Второй раз приходится. Только прежде не этот приходил, а другой. Точно-с. Это Алексей Семенович были. А ведь он по толковой у вас будет. Как вы думаете? Да-с, они точно что посолиднее-с. Похвально. Ну-с, продолжайте. А вот через Афанась Ивановича Вахрушина по просьбе вашей мамаши через нашу контору вам перевод-с. Уведомили, чтобы вам тридцать пять рублей передать-с. В ожидании лучшего-с. Не дурно. И в ожидании лучшего, и про вашу мамашу тоже. Так что, если состоите в понятии-с. Да. Помню. Вахрушина. Слышите, Вахрушина знает. Купца Вахрушина. Да как же, не в понятии-то. А я, впрочем, замечаю, что и вы тоже солидный человек. Помнишь, тоже-с. Вот только бы насчет расписочки-с. Где? А, давайте. Ну-ка. Ну-ка, брат Родя, подымайся. Подмахни-ка ему Раскольникова. Потому деньги нам теперь пуще патоки. Не надо. Это, как это не надо? Не стану подписывать. О, черт. Как же без расписки-то? Не надо. Денег. Это денег-то не надо? Нет, это, брат, врешь. Я свидетель. Не беспокойтесь. Это он только так. С ним это и наяву бывает. А, впрочем, я и в другой раз зайдался. Не-не-не. Не беспокойтесь. Вы человек рассудительный, а мы будем его руководить. То есть, попросту его рукой водить. Ну-ка, Родя, ну-ка, не задерживай гостя. Родя! Оставь. Я сам. Нус? Моё почтение-с. Мне как расписался? Те уговорились. Вот пес. Тут, брат, без тебя целая история произошла. Вот когда ты удрал и квартиры не сказал, меня вдруг такое зло взяло, что я положил тебя разыскать и казнить. Ну-ка, давай. Вот так. Прихожу на другой день в адресный стол и представь себе, в две минуты тебя мне там разыскали. Ты там записан? Записан. Еще бы. Так. Ну, довольно покамест. А в дальнейшем надо Зосиму посоветоваться. Азосимову помнишь, доктор? Два раза к тебе его приводил. Ну? Я, брат, теперь со всеми твоими делами познакомился. И с Никодимом Фомичом познакомился. И Илью Петровича мне показывали. И с дворником. И с господином Заметовым Александром Григорьевичем. Вот и она видела. Вот и она видела. Настенька, писта хочешь? Ну, иди к проказнику. А чайку? Чайку, пожалуй. Малый. Садись, наливай. Я брат Родя. Теперь тут каждый день так обедаю. Это все, Пашенька, твоя хозяюшка меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, да и не протестую. Усахарил. Я тут хотел сначала электрическую струлю повсеместно пустить. Ну, чтобы все предрассудки разом искоренить. Но Пашенька победила. Я не знал, что она такая авинантненькая. Ишь, тварь. И очень даже, я тут служу больше по одной метафизике. Понимаешь, у нас тут такая эмблема завязалась. Что тут твоя алгебра? Ничего не понимаю. Ой. Совершенно неожиданный характер. Ух. Ну и горчица. Горчица. Ну что, все вздор, вздор. Ну а ты-то что? Все, все знаю. Всю твою подноготную знаю. Про дочку ее покойную, про мамашу сестрицей твою. Ты Пашенька уверял, что мамаша заплатит? Я по глупости лгал, чтоб меня держали на квартире. Мать сама чуть не милости не просит. Да, это ты благоразумна. Ага. Только тут и подвернись, господин Чабаров. Деловой человек. Ну и уступила Пашенька Викселю к Чабарову. Тот и потребовал. Ну а когда у нас с ней гармония вышла, я повелел, чтоб все это дело прекратить. Поручился, что ты заплатишь. Поручился за тебя, слышишь? Позвали Чабарова. Дали ему десять целковых зубы. Бумагу назад. О! Вот честь имею вам ее представить. И надорвно мной как следует. О, а я, вижу, дурака свалял. Думал был развлечь тебя болтовней. А кажется, только желчь нагнал. Это я тебя не узнавал в бреду? Меня, меня. Даже в иступление входили по всему поводу. Особенно, когда я Заметова раз приводил. Письма водителя? Зачем? А чего ты так? Хотел с тобой познакомиться. Уж очень много мы с ним о тебе переговорили. Славный он малый, приятель теперь. Я бредил о чем-нибудь. Хайуйся. Известно, о чем бредит. Ну, теперь, чтобы времени не терять. О чем бредил? О, я их ведь наладил. Да ты не беспокойся, о графине ничего не было сказано. А вот об островах, да о собаках, да о сережках, да о цепочках. Господи, скажи ты мне только одно. Знают они обо всем или еще не знают? Господин Заметов сам по всем углам ваши носки разыскивал и вам эту дрянь подавал. Должно быть и теперь где-нибудь лежит. А ну как уж знают. И только прикидываются. Дразнят. Да бахромы на панталоны. Просил. Да уж допытывались. Какой там еще бахромы? Ну-с, за дело. 35 рублей. 10 рублей беру, а часика через два в них отчет представлю. Настенька, почаще наведывайтесь. Там насчет питья, али чего пожелают. А Пашеньке сам скажу. До свидания. Пашенька и зовет. Ах ты рожа хитростная. Что же теперь делать? Бежать. Скорее. Где платья, сапоги? Украли, спрятали. Только пальто проглядели. Деньги, слава Богу, есть. Другую квартиру найму. А как же адресный стол? Найдут. Разуме я найдет. Лучше совсем езжать далеко. В Америку. И вексель. Вексель взять. Он-то пригодится. Пиво осталось. Холодное. Ха-ха-ха. Они думают, я болен. Они не знают, что я ходить могу. Только бы с лестницы сойти. Только бы с лестницы сойти. Только бы с лестницы сойти. Тащи узел. Который час? Да, лихо брат поспал. Вечер на дворе. Часов шесть будет. Господи, что же это я? А как себя чувствуешь, брат? Я здоров. Я не болен. Молодец. Ну-ка, давай сюда. Давай. Так, приступим. Смотри-ка сюда, милый человек. Видишь эту каскетку? Ай, позволь-ка, брат, примерить. Оставь после. Не-не-не, не противься, брат. Я всю ночь не засну. О, как раз. Как раз. Головной убор – это первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Вот, Настасьюшка. Вот тебе… Так-так-так. Сей пальмерстон или сия ювелирская вещица. А, как думаешь, что заплатил? Дву гривен, небось, и отдал. Дву гривен, дура. Да за дву гривен и тебя не купишь. Восемь гривен. И то только потому, что поношенный. Так, приступим теперь к Соединенным Американским Штатам. Как это у нас в гимнасе называли? Предупреждаю, что нами, горжусь, ни пятнышка, ни дырочки. Хотя и поношенные. Так, такова же и жилетка. Одна цвет, как мода требует. Как думаешь, что заплатил? Два рубля, дура. А что поношенные, так… так это по правде и лучше. Мягче, нежнее. Так, приступим теперь к сапогам. Каковы? Ведь уж видно, что поношенные, а месяца на два удовлетворят. Потому что заграничная работа, секретарь английского посольства прошлую неделю на толку чем спустил. Деньги очень понадобились. Не, ну как, удачно? Да может, не в пору. Не в пору? А это что? Я с запасом ходил. Настоящий размер. А насчет белья с хозяйкой столковались. Так, рубашки холстинные, но с модным верхом. Так, значит, восемь гривен картуз. Два рубля двадцать пять копеек прочее одеяние. Три рубля пять копеек. Итого, рубль пятьдесят сапоги, ну потому что уж очень хорошие. Да, все белье оптом за пять рублей. Девять рублей пятьдесят пять копеек. Сорок пять копеек с дачи медными пятаками. Вот, извольте принять. Зосимов, наконец-то. Пульс славный. Ну, а голова все еще немного болит. А? Я здоров. Совершенно здоров. Очень хорошо. Все как следует. А что можно давать-то? Все можно давать. Суп, чай. Грибов, огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. Ну и чего болтать-то? Микстуру прочь, все прочь. А завтра я приду и посмотрю. Досадно. Я сегодня на воселье справляю. А то ведь я к вам переехал, в вашу часть. А ты-то будешь? Пожалуй, разве что позже. А что ты там устроил? Да ничего. Чай, водка, селедка. Пирог подадут, свои соберутся. А кто будет? Да ну там студенты, учитель, чиновник один. Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Правовед, ты же знаешь. Он ведь какой-то твой родственник? Ну, какой-то самый дальний. Еще музыкант один, офицер. Заметов. Заметов? Коль хочешь знать, у нас с ним и одно дело общее завязалось. Да желательно знать. А вот по делу о маляре. То есть о красильщике. Уж мы его вытащим. А я разве не рассказывал про убийство старухи? Закладчица. Ну, чиновница. Да я, брат, это раньше тебя знал. И в газетах читал. И даже интересуюсь отчасти. Лизавету-то тоже убили. Лизавету? Торговку-то, а не знаешь. Она сюда вниз ходила. Она еще тебе рубаху чинила. Да-ка, что красильщик-то? А тоже в убийцы записали. Улики, что ли, какие? Да какой черт, улики? Точно-точно, как сначала затащили и заподозрили о этих какбишах, Коха и Пестрякова родя. Ты ведь знаешь. Это еще до твоей болезни случилось. Ровно накануне того, как ты в обморок упал. Ну, в конторе, когда про это рассказывали. А знаешь что, Разумихин? Смотрю я на тебя. Какой ты, однако, ж хлопотун. Слушай, история. Ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там еще нянчились с Кохом да Пестряковым, объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто, крестьянин Душкин, ну, содержатель распивочины напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми сережками. Николай принес, работник Красильщиковым. Так, а где взял? Говорил? Как же, я спросился. Объявил, что на панели поднял. Больше я не расспрашивал. Вынес ему билетик. Рубель, то есть. Ну, конечно, врет. Как лошадь, я его знаю. Сам он закладчик и краденое прячет. Ну, вот, господин Душкин, на другой день, прослышав насчет убийства, пошел в тот самый дом. Загулял, Миколай. Пришел на рассвете пьяный. И, почитай, тот час опять ушел. Куда же это? Да самому бы знать желательно. Очень интересно мне одному работу доканчивать. А сегодня поутру входит ко мне Николай. Так, с третьего дня Митрею не видал? Нет, не видал. А Ноня где ночевал? На песках. У Коломенских. А слышал-то, Николай, что в этом доме произошло? Где вы с Митреем работаете? В тот самый вечер, как ты сережки принес? Нет. Я ему рассказываю, смотрю. А он за шапку стал вставать. Погоди, Миколай. Аль не выпьешь. Тут я из сумлений моего решился. Потому его грех, как есть. Разумеется, пустились в Миколку разыскивать. И вдруг, в тот же день, его приводят в контору. Мужики с постоялого двора у заставы. Пришел он туда, снял с себя крест, серебряный. И попросил за крест шкалик. Дали. Погодя немного минут, баба в сарай пошла. А серьги где взял? На панели нашел. Обижал почему из распивочной? Испужались мы тогда. Очень. Чего? А что засудят? Как же ты мог испугаться, если чувствуешь себя ни в чем не виновным? Ну, положим ты правду, говоришь. Ну, а повеситься-то зачем хотел? Отдумай. От какой, думай? А что засудят? Жали его, жали. Нажимали его, нажимали. Повинился наконец. Сережки-то не на панели нашел, а в той самой квартире, где они с Митреем мазали. Мазали мы это весь день до восьми часов и уходить собирались. А Митрей взял кисть, да мне порожек краской мазнул. Да и побег во двор. А я его за волосы схватил и стал тузить. А он из-под меня тоже меня за волосы схватил и тузить стал. Бросив тела, квартиру отпертую, знаю, что туда люди прошли. Как малые ребята, валяются на дороге, внимание к себе привлекают. Стой. Ну а серьги-то? Ах, серьги. А потом Митька ослободился, да и на улицу побег. А я за ним. Да не догнал и в фатер в один воротился. Да у дверей в сене за стенкой на коробку и наступил. Смотрю, лежит в бумаге завернута. За дверьми. За дверями лежала. За дверями. Ничего, Родя, что с тобой? Ничего. Задремал, должно быть. С парасонья. Странно все это. Да чего тут странного-то? Ясное дело. Настоящий убийца обронил эти серьги. Когда Кокс сдурил и пошел вниз, тот выскочил и побежал тоже вниз. Потому что не было у него другого выхода. Именно в эту минуту красильщики выбежали. Убийца спрятался, постоял за дверью, пока те с дворником проходили наверх. Переждал и сошел себе вниз преспокойно. Именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай выбежали на улицу, на улице никого не оказалось. Хитро. Ну нет, брат, это уж очень хитро. Да почему же? Да потому что слишком уж все удачно сошлось. Ну точно как на театре. Родион Романович Раскольников? Господин студент или бывший студент? Вот Раскольников. Да. Я Раскольников, а что вам надо? Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам безызвестно. Как? Неужели до сих пор не изволили получить никаких известий? Ваша мамаша, еще в бытность мою при них, начала к вам письмо. Знаю, знаю. Жених. И довольна. Жалею о вашем нездоровье. Если бы знал, зашел бы раньше. Но знаете, хлопоты важное дело по моей адвокатской части в Сенате. К тому же с часу на час ожидаю вашу мамашу и сестрицу. Приискал им на первый случай квартиру. Где? Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева. Номера? Бывал. Скверность ужаснейшая. Грязь, вонь. Да и подозрительное место. Штуки случались. Черт знает, кто не живет. Дешево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать стольких сведений. Но, впрочем, весьма чистенькие комнатки. А так как это на короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру и теперь ее отделывают. А пока мест и сам теснюсь в номерах у госпожи Лепивегзель. Лепивегзель? Да, изволите знать. В квартире Андрея Семеновича Лебезятникова. Очень милый молодой человек и следящий. Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга и, признаться, порадовался. Чему именно? Ну, как же. Все эти новости, реформы, идеи. Нахожу более ясный взгляд, более деловитости. Искоренено много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего. Затверетил. Рекомендуется. Чтос? Это совершенно справедливо. Не правда ли-с? Согласитесь сами, что есть преуспеяние, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды? Общее место. Нет, не общее место-с. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? Я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы наполовину оставались голы. Наука же говорит, возлюби прежде всех самого себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Тогда и кафтан твой останется цел. Экономическое же, правда, прибавляет, что чем более в обществе, так сказать, целых частных кафтанов, тем более строится в нем и общее дело. Ну-с, надеюсь, что начатое знакомство наше перерастет… Убил непременно. Закладчик, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает. Закладчиков допрашивает? Да. А что? Ничего. Откуда он их берет? Так у старухи имена были записаны, на обертках вещей. Это, кажется, о недавнем убийстве старухи чиновницы. Да. А вы слышали? Как же, с соседствия. Меня интересует при этом вот какой вопрос. Да, в чем же вы хлопочете? Ведь по вашей же вышла теория. То есть, как это с по моей? А доведите-то последствия, что Давича проповедовали. И выйдет, что людей можно резать. Помилуйте. Нет, ну это не так. На все есть мера. Экономической идеей еще не есть приглашение к убийству. А правда ли, что, что вы сказали своей невесте, в тот самый час, как получили от нее согласие, что всему больше рады, что она нищая, потому что выгоднее брать из нищеты, чтоб потом над ней властвовать и попрекать ее? Милостивый государь, так исказите мысль. Извините меня, но слухи до вас дошедшие не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, ваша мамаша, она и без того показалась мне при всех, впрочем, своих превосходных качествах несколько восторженного и романического оттенка в мыслях. А знаете что? А что-с? А то, что если еще раз вы осмелитесь хоть слово сказать о моей мамаше, я вас спущу с лестницы. А, так вот оно что-с. Позвольте. Слушайте, сударь, меня. Я еще давеча с первого шага разгадал вашу неприязнь. Многое я мог бы простить больному и родственнику, но теперь вам никогда-с. Я не болен. Тем паче-с. Позвольте. Убирайтесь к черту! Ногу! Ну можно ли так, а? Оставьте меня. Оставьте меня. Оставьте меня одного. Учителя. Я вас не боюсь. Я вас теперь никого не боюсь. Я хочу быть один. Один! Один! Хуже могло быть, если бы мы его не послушались. А что с ним? Да знаешь, есть у него что-то на уме. Что-то неподвижное, тяготящее. Так вот этот, Петр Петрович, может быть. Да, принес его черт теперь. А ты не заметил, что он как будто бы ко всему равнодушен? Кроме одного пункта. Убийство этого. Да. Да, да, заметил, заметил. Интересуется, пугается. Но это его тогда там, в конторе напугали. Вечером мне об этом расскажешь поподробнее. Интересует он меня очень. Спасибо тебе. Ну я, я к Пашеньке. Понаблюдаю за ним через Настасью. Я через полчасика наведаюсь. Ага. Чаю ты выпьешь? Оставь. После я спать хочу. Сегодня же. Сегодня же. Сегодня же. Все это надо кончить сегодня же за один раз. Сейчас же. Иначе. Двадцать пять рублей. Ага. И пятаки. Что иначе? Иначе не вернусь. Не хочу так жить. Продолжение следует. 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 Где это я читал о приговоренном к смерти? Как он думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом пропасть и океан, вечный мрак, и оставаться так стоя на оршине пространства всю жизнь, тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умирать. Так и бы жить, жить и жить. Крустальный дворец. Да, Вич Разумихин говорил. Только чего бишь я хотел-то? Ах да, газета. Пожалуйтесь. Да, 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 да. Так, излер, излер, ацтеки, ацтеки, излер. Фу, черт. Пожар на Песках. Пожар на Петербургской. Ах, вот. Вот, например, я шусь и разум. Нет, нет, подожди. Как бы не жить, только жить. Господи, какая правда. Подлец человек, подлец тот, кто его за это подлецом называет. Вот странно. А мне до вечера Зумихин говорил, что будто вы без памяти. Зумихин, от вас без ума. А хорошо вам жить-то, господин Замедов. Кто это вас сейчас шампанское-то наливал? Ужи наливал. Так, выпили. Всем пользуйтесь, чудеснейший человек. Какой вы странный. Верно больны еще? Напрасно вышли. Газеты читаете? Много пишут про пожары. Нет, я не про пожары. Осознайтесь, что вам ужасно хотелось бы знать, про что я читал. Вовсе не хочется. Я так спросил. Ишь, сколько номеров велел он тащить. Подозрительно. Какой странный. Задается мне, вы все еще… Вредите? Врежу. Врежь, воробушек. Ушки на макушке, а. Так что же, сказать? Сказать? Ну, скажите. Ну, с объявляю. Нет. Лучше сознаюсь. Нет. И это не то. Что? Показания даю. Вот что. Даю показания, что читал, разыскивал. И до того пришел сюда. Об убийстве старухи-чиновницы. Так что ж с того-то, что читали? Мне-то какое дело, а? Да ведь это та самая старуха, про которую, помните? В конторе стали рассказывать. А я в обморок упал. Что? Теперь понимаете? Да что такое-то? Что понимаете? Вы сумасшедший. А что, если это я и старуху Елизавету убил? Да разве же такое возможно? А, поверили. А? Ну? Совсем нет. Вот теперь больше, чем когда-нибудь не верю. А, попался. Значит, прежде верили. Да совсем же нет. Попался, воробушек. Сколько с меня? Тридцать копеек. Вот тебе счет двадцать на водку. Ишь, сколько денег? А платье? Тоже новое. Ведь ни копейки не было. Ну, довольно. Приятнейшего. Так вот ты где. А я его там по диванам даже искал. На чердак ходил. Настасью чуть не прибил. Родька, что это значит? А то значит, что хочу быть один. Пусти. Один? Да ты ходить еще не можешь. Рожа, как полотно. Да я тебе сейчас в охапку и домой. Под замок. Слушай, Разумихин. Ты что, не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? Ну, для чего ты меня отыскал в начале болезни? Я, может быть, даже очень хотел умереть. Неужели ты сегодня не понял, что ты меня мучаешь? Что ты мне надоел? Оставьте мне одного все. Оставьте, оставьте, оставьте. Так убирайся же к черту! Стой! Слушай меня! Все вы болтунишки и фанфаронишки. Заведется у вас страданец, так вы с ним как курица с яйцом и носитесь. Да, стой! Слушай, до конца! Родька, у меня сегодня новоселье. Слышишь, так вот если бы ты не был дурак, ты бы лучше ко мне зашел, чем даром-то сапоги топтать. Сойдешь, что ли? Да врешь! Ты не можешь отвечать за себя! Я тысячу раз так же с людьми прощался и все равно обратно приходил. Так помнишь же, Поченкова сорок семь. В квартире чиновника Бабушкина. Не придуразум я. Об заклад что придешь, иначе знать тебя не хочу. Стой! Значит, Заметов там? Там. Говорил с ним? Говорил. Об чем? Ну так черт с собой! Поченкова сорок семь. Бабушкина. Помни! Поченкова сорок семь. Впочем. Посмотрите! КОНЕЦ Нет. Гадко. Вода. Не стоит. До чертиков добилась, батюшки, до чертиков! В контору беги! В контору? Значит, контора отперта. Что ж, это исход. Неужели конец? Ай, все равно. Аршин пространство будет. Только уж очень глупо. Ну и наплевать. Это жетон, Том. Ну, посмотри. Здесь они работали. Значит… В наем сдается. Ну, вот, значит… Приходит она, это, ко мне поутру, раным ранёшенька, вся разодетая. И чего ты, говорю, передо мной лимонничаешь? Чего, говорю, передо мной апельсинничаешь? Я хочу, говорит Тит Фомич, отныне впредь полной вашей воли состоять. Вот оно как. А уж как разодета. Журнал. Просто журнал. А что это, дядюшка, журнал? А журнал – это и есть, братец ты мой, такие картинки крашеные. Идут они сюда, к здешним портным, по почте, из-за границы. С тем, то есть, как кому одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу. Вам чего? Чего тебе надо? Кто таков? Квартиру хочу нанять. Осматриваю. Крови-то нет. Какой крови? Старуху тут увели сестру. Тут целая лужа крови была. Да ты что за человек? Я? Пойдем в контору, скажу. Нам уходить пора. Лешка. Пойдем. Ну, пойдем. Эй, дворник. Чего вам? В контору ходил? Сейчас. Был. Сидят там. Сидят. Вам чего? Фатеру смотреть приходил, где работаем. Мол, зачем кровь отмыли. Здесь, говорит, убийство случилось. А я, мол, хочу нанять. Потом в колокольчик давай звонить, мало не оборвал. Говорит, пойдем в контору, там докажу. Увязался. Да вы… Кто таков? Я? Родион Романович Раскольников. Бывший студент. Та вы… Та вы… Зачем на Фатеру ходили? Смотреть. Пьян не пьян, а Бог его знает. А вот взять да свести в контору. Пойдем. Ты чего пристал, а? Ты что, струсила в контору сходить? Выжигай! Выжигай! Да чего с ним говорить-то, а? Пошел! Ой! Чуден человек. Чуден нынче стал народ. А все бы в контору свести. Да нечего связываться. Потом не развяжешься. Знаем. Так идти. Или нет? Батюшки убили! Креста на тебе нет. Как-то тут смотреть. Пьяный. Колебья гнал. Он не кричал ему. А то ведь ехал непоспешно. Да и кричал. Три раза крикнул. А он уже не придержал. А он примехонько. Трехонько. И под ноги. Так и пол. Господи. Грек такой. Я его знаю. Этот со мной чиновник Мармеладов. Он здесь живет. Пудля. Доктора поскорее. Я заплачу. Вот. Ты и вообразить себе не можешь, Поленька. Как мы весело и пышно жили в доме у папеньки. Он был статский полковник. И уже почти губернатор. Ему так все и говорили. Мы вас уже так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Треклятая жизнь. А когда на последнем бале у предводителя меня увидела княгиня Безземельная, она тотчас же спросила, не та ли эта милая девушка, которая с шалью танцевала при выпуске. Вроде охота зашить надо. Вот и заштопала бы, как я тебя учила. А то завтра пуще разойдется. Вода готова. Да, мамочка. А потом уже к нам из Петербурга. Приехал князь Щегольской, протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением. Но я ему сказала, что мое сердце принадлежит другому. Это был твой отец, Поленька. Сюда! 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 Оборачивай! Оборачивай! Так! Так вот! Что это, Господи? Что это? На диван! На диван кладите! Добился! Все! Пошел-пошел отсюда! И вы пошли! Че встали? Я послан за доктором. Не беспокойтесь, я заплачу. Да, хорошо. Я благодарю вас, молодой человек. Видишь, ага, какая оказия. Лошадь. От Богом-с, все под Богом ходим. Господи! Дайте вы хоть помирить-то спокойно человеку! Что за спектакль нашли? Мой кот! Лошадь из Топталь. В больнице его. Я хозяйка. Амалия Людвиговна! Я вам сказал раз напрежде, что вы не смель говорили мне, Амалия Людвиговна. Я Амалия Ивановна. Вы не Амалия Ивановна, а вы Амалия Людвиговна. Господи, я решительно не понимаю, почему вам это не нравится? Сцепились. И прошу вас всех! Заприте немедленно эту дверь! И чтобы я никого не видела здесь! Вон! Все вон! Дайте хоть умереть спокойно! Господи! Крови! Господи! Крови-то сколько! Так. Ну, чего еще? Босенька… Молчи! Молчи, молчи, молчи! Сам знаешь, почему, Босенькая! Доктор, слава Богу! А? Вот он. Прошу вас. – Победил и шагов. – Чего? На шагов двадцать в колесе протащила. А? Больно не идти. Оставьте, амалия Ивановна, сам отойдет. Я вам, друзья, не могу. Сюда, батюшка. Как зовут его? Семеном. Симеоном. Поля, Лида, идите сюда. В чем с вами все попрекает? Господи Бог, наш Иисус Христос, благодать и все гражданами допросит. Отче наш, Ижеисия на небесе. Прегрешение Твоей, и азни достойной, и ярей власти, и во мне данный прощай. Неужели никакой надежды? А? Вот так. Ни малейший. Удивительно, как еще очнулся. И остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы. Удница. Вот еще. Вот так. Ага, вот очень небесный. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вечную. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Может, кровь утворить? Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Можно. Но бесполезно. А что же те, которые были невольной причиной, может согласятся наградить, хотя бы в потере доходов? Какие доходы? От него не доходы, а только мука была. Это грех. Надо бы простить смертный час. Эх, батюшка, слова одни. Простить. А этих-то я куда дену? Бог милостив. Милостив. Милостив, да не до нас. Испей. Испей, Семен Захарович. Чего ж тут о прощении-то говорить? Простила. Кто это? Лежи, лежи. Что это с ним такое? Да лошадь избила. Да. Соня, прости. Конечно, старался. Отошел. Добился своего. Ну и что теперь делать? В чем я его хоронить буду? Катерина Ивановна, мне ваш муж на прошлой неделе рассказал все обстоятельства. И будьте уверены, что о вас он говорил с восторженным уважением. Позовьте же мне способствовать отданию последнего долга покойному другу. Мне скажется, двадцать рублей. Возьмите. Прощайте. Возьмите. А, это вы? Он умер. Ободрите бедную женщину, если можете. Ведь вы добрый человек, я знаю. Как вы, однако, в крови замочились. Да, я замочился. Я весь в крови. Стой, четыре. Послушайте, 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 как ваш зовут, а еще, где вы живете. Кто вас прислал? А меня прислала сестрица Соня. Я почему-то так и думал, что вас прислала сестрица Соня. Меня и мамаше тоже прислала. Тоже сказала, поскорее беги. Любите вы сестрицу Соню? Я ее больше всех люблю. Ну, а меня любить будете? Помолите. Полечка, меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь и обо мне. Нет. Права Божьего Родиона. Больше ничего. Довольно. Прочь напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Не умерла она со старухой. Царство и небесное. И довольно, матушка, пора на покой. Сила. Сила нужна. И посмотрим теперь. Помиримся теперь. А рабатор Родиона попросил помянуть. Ну да, это так. На всякий случай. Да одной логикой натуру не поймешь. Логика предугадает три случая, а их миллион. Вот скажи, сорокалетняя бесчестьдесят десятилетнюю девочку. Где тут логика? И какая у вас ряда-то заела? Вот ведь прорвалась. Да стой, Порфирий! Молчи! Ну что ж, в строгом смысле, пожалуй, что и среда. А хочешь, я тебе сейчас выведу, что у тебя волосы темные. Естественно, только от того, что у Ивана в Великом тридцать пять сажено высоты. Понимай, понимай. Послушай, как он выйдет. Ты это нарочно, Порфирий. Это все притворство. Мираж, точно как твоя свадьба. Ну, все. Соврал немножко. Человек есть, а вранье — это, можно сказать, единственная человеческая привилегия перед другими организмами. Соврешь до правды — дойдешь. Родька, Боряка, так это ты, брат, пришел все-таки. Молодец. Ты выиграл. Да к черту, пойдем. Не могу. Я еще слаб. Так что, здравствуй и прощай. Подожди. Я тебя провожу. Ну, дураки. Такую чушь, Городин. Все дураки, даже Зосимов, тоже сплошная дичь в голове. Хотя бы насчет тебя, например, идея. Что за идея? Идея, будто бы ты сумасшедший или близок к тому. Ну, дичь, говорю же. Сам-то он помешался на душевных болезнях, а еще твой разговор с Заметовым его повернул. Заметов все ему рассказал. Ты правильно сделал. Я немножко пьян, Родина. Но дело в том, что мысль, которая у них наклевывалась, действительно наклевывалась. Понимаешь, они смели вслух, но оборот, в конторе… Там душно было, и краска масляно пахла. Еще объясняет. Не только краска, а воспаление, долго приготовлявшееся. Слово Заметов теперь убит совершенно. Мизинцы, говорит, этого человека не стою. Ну, ты мастер, ею-богу, так их и надо. Ведь почти заставил его убедиться в этом бессмысленность. Баста-бац, язык выстоял. Молодец. Жаль, что ко мне не зашел. Ждали тебя все ужасно. Кстати, Порфирий тоже хочет познакомиться. Боже я этот. Слушай, Разумихин, я сегодня у мертвого был, один ночной водник умер. И там целовало меня одно существо, которое, если бы я убил, кого-нибудь. Что с тобой? Там еще одно существо было. С огненным пером. Впрочем, я завираюсь. Смотри, видишь? Что такое? Свет в моей комнате. Так Настасья, может быть? Нет, что ты. Она спит давно. Впрочем, мне все равно. Прощай. Как? Да что? Да что, вместе войдем? Знаю, что вместе войдем. Просто мне захотелось с тобой здесь проститься. Давай руку. Ты че? Пойдем. Свидетелем будешь. Родя. Родя. А я говорил, сейчас придет в себя. Все это дрянь, нервы. Доктор сказал, что… Замыкин, помолчи. Ступайте с ним домой. До завтра. Нет, Родя. Да уйду ли я после этого? Я ночую здесь. Не мучите меня. Уходите. Не мучите. Не мучите. Да как же я уйду? Не посмотри на нему. Через три года-то. Пойдемте. Постойте. Вы Лужина видели? Да. Нет. Мы не видели, но он знает, что мы приехали. Мы знаем, что он был так добр, что он вестил тебя сегодня. Да. Он был так добр. Дуня? Дуничка. Я дальше ему сказал, что с лестницы его спущу. И прогнал его к чертям. Родя, ты что? Дуничка, я этого брака не желаю. И поэтому ты завтра должна объявить ему, чтобы духа его тут не было. Подумай, что ты говоришь. Ты, может быть, устал теперь. Нет. Ты выходишь за Лужину и на меня. А я этой жертвы не принимаю. Поэтому завтра ему ты напишешь письмо с отказом. А утром дашь его прочесть мне. Конец. Да по какому праву, Дуничка, да завтра? Да иначе как бы он мог. Завтра вся эта дурь выскочит. А сегодня действительно выгнал. Тот так и ушел, поджал хвост. Да. Да, да. Это что, правда? Родя. Слышишь, сестра, я не впреду. Или я, или Лужин. Этот брак – подлость. Ступайте. Да ты с ума сошел, деспот! Настасья, иди. Идемте, идем. Идем. Пойдемте, маменька. Идемте, идемте. До завтра. Идемте, идемте. Идемте. Пойдемте, пойдемте. Я не могу оставить его так. Пойдемте. Невозможно. Ну, невозможно. Все дело испортите. А? Ну, нельзя, нельзя раздражать его. А то, черт знает, что будет. Он может с ума сойти. Он может что-нибудь сделать с собой. Он повеситься может. Что вы такое говорите? Это доктор говорит. Неужели так и говорит? Да, да. Здор. Здор. Слушайте. Слушайте. Слушайте, я вот что сделаю. Я вот что, я отведу вас обеих к вам, потом возьму доктора, отведу его к ротике, а потом точно же к вам. Так что вы первые, вы сразу от самого доктора получите известие. Понимаете? А мы здесь будем ночевать. Я под ротики на двери вон там, а он у хозяйки. Ну, кто ему теперь полезнее? Вы или доктор, а? Пойдемте, маменька. Он, верно, так и сделает, как обещает. Вот. Вы понимаете меня? Потому что вы ангел. Пойдемте. Понимаю, я в таком виде вздор. То есть, я пьян, как Олуха, но не в том дело. Я пьян не от вина, а от того, что вас увидал. Да так в голову ударило. Да плевать на меня. Плевать. Я вру. Я вас не достоин. В высшей степени не достоин. А чего я так нахлестался? От того, чтоб спор увели, проклятые. Чуть не подрался. Верите ли? Полный безличности требуется. Все на вопрос о комфорте, да о социальной системе сводит. Мол, выйдет она из какой-нибудь математической головы, да тотчас же в один миг сделается человечество праведным и безгрешным. У них система готова. Да натура так их системе еще не готова. Жизнь не хочет. Жизнь, но процесса не завершила. Рано, рано на кладбище. Так ли я говорю? Так, хоть я и не совсем с вами согласна. Так. Так. Вы сказали, так. Да вы после этого источник чистоты, доброты, разума и совершенства. Дайте вашу руку. Дайте. Дайте, я говорю. Что вы всталите? Ни за что в жизни, пока не дадите рук. Дайте. Вот так. И довольно. Пойдемте. Да-с, вот они, ваши номера. Ну нет, прав Родионов, что вашего Петра Петровича выгнал. Да как он смел вас сюда поместить? Вот вы же невеста. Да знаете ли вы, кого сюда пускают? Подлец, он после этого ваш жених. Вы забываетесь, господин. Все-все-все. Все-все-все-все. Да, забылся. Забылся. Стыжусь. Господи, Господи. Пойдемте. А ведь мы вседавичи поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатый и спекулянт. Вы, вы думаете, он умен? Нет, он дурак. Он дурак. Ну пара ли он вам? Боже мой, ну где вы здесь? Где? Вот он. Идемте. Ага, бывал, бывал, бывал. На ночь запритесь. Никого не пускайте. Я через полчаса ворочусь. С доктором. Господи, Дунечка. Что же это будет? Успокойтесь, маменька. Нам сам Бог послал этого господина. Хоть и прямо с какой-то попойки. Да кто тебя в суде звал? Нумера скверные? Да почем же он знал? Разве может, Адотья Романовна, разве может такая девушка отдаться за… Подлость. Все погибло. Доброе утро. Доброе утро. У больного был? Спит, как сурок. Очень хорошо. Не будить. Часа через два зайду, если не сбежит. Черт, а? Своем больном не властен. Вот лечи поди. Беспокоит меня, что я ему вчера с пьяно проболтался. Насчет наклонности к помешательству. Да ты и дамам проболтался. Знаю. Хочешь, бей. А у тебя и вправду твердая мысль. Да какая твердая мысль? Сам же ты описал его, как Мономана, когда меня в первый раз привел. А Мономан всегда из капли океан сделает. Ты про контору? Ну, конечно. Иступленному ипохондрику. При тщеславе бешеным исключительным такое подозрение. Тут, может, вся точка отправления болезни и сидит. Кстати, а чего это он так? На этого лужина-то, а? Человек с деньгами. Ей, кажется, не противен. А ведь у них не шиша, а? Да ты, ты чего выпытываешь? А? Фу, фу. Почем я знаю, шиш или не шиша? Как ты глуп иногда, а? Вчерашний хмель сидит. Поблагодари от меня Просковью Павловну за ночлег. Ну? Заперлась от меня. Так и не удостоился лицезреть. До свидания. Видите ли, Дмитрий Пракович. Я буду совершенно откровенна с Дмитрием Праковичем. Да, конечно, маменька. Вот в чем дело. Петр Петрович должен был нас встретить вчера на вокзале. Но был послан лакей, и он показал нам дорогу в эти номера. И передал, что непременно будет утром. А сегодня, очень рано, мы получили от Петра Петровича эту записку. Петра Петрович. Вы лучше сами ее прочтите. Тут есть пункт, вы обо всем догадаетесь. Дунечка уже разрешила, как ей быть, а я не знаю, как мне. От вчерашнего числа. Милостивая государыня. Милостивая государыня. Милостивая государыня. Встретить не мог по сенатским делам. Буду иметь честь ровно восемь часов пополудни купить убедительную просьбу. Чтобы председание нашему Родину Романовичу уже не присутствовало. Так как он беспримерно обидел меня. Что если вопреки просьбе встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться. И тогда пеняйте уже на себя. Пеняйте уже на себя. Припугнуть слегка оно полезно. Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моем, столь больным. Через два часа вдруг выздоровел. А стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утвержден в том собственными моими глазами в квартире одного разбитого лошадьми пьяницы. Да. Пьяницы, дочери которого, девице отъявленного поведения, выдал вчера до двадцати… Двадцати… Пяти рублей. Ой, господи боже мой. Думаю ли я когда-нибудь, что так буду бояться свидания с сыном? Я боюсь. Дмитрий Пракович… Не бойтесь, маменька. Лучше верьте в него. Дмитрий Пракович, у меня ум за разум заходит. Вы мне простите мои слабости. Я ведь вас как за родного почитаю. Вы ушиблись что ли? Да, ушибся. Дмитрий Пракович, не сердитесь на меня. Я очень много от сердца говорю, а Дунечка меня поправляет. Научите меня. Как мне быть с ним? Не расспрашивайте его очень. Особенно про здоровье. Не любит. Мамаша, успокойтесь. Пойдемте. Он должен быть счастлив, что вас видит. Не мучайте себя так. Дмитрий Пракович, если бы вы знали, как трудно быть матерью. Какая ужасная лестница. Это его комната? Это… Не, не комната. Это как комарка. Это как гроб. А эта женщина, его хозяйка, она считает, что это комната. Здоров. Здоров. Да я теперь сам вижу, что почти здоров. И уже не по-вчерашнему это говорю. Ну, а совершенное его выздоровление зависит теперь исключительно от него самого. Необходимо устранить первоначальную, так сказать, коренную причину его болезненного состояния. Я ее не знаю, а ему она должна быть хорошо известна. Мне кажется, что начало совпадает отчасти с выходом его из университета. Да-да, вы правы. Вот поступлю в университет, и тогда все пойдет как по маслу. Вот за это я его и люблю. Есть в нем эти. Как их? Движение. Ах, Родя, ты не поверишь, как мы вчера с Дуней были несчастны. Нам сказали, что у тебя белая горячка, а ты тихонько убежал на улицу. Ну, теперь уже все прошло. И мы опять счастливы. Да. Пожалуйста, ты, маменька и ты, Дунечка, не подумайте, что я не хотел к вам сегодня первый прийти. Да что ты, Родя? Меня платье задержало. Забыл вчера Настасье сказать, замыть эту кровь. Кровь? Какая кровь? Это так. Я вчера шатался несколько в бреду. И наткнулся на одного раздавленного человека. В бреду? Но ведь ты все помнишь. Известный феномен. Исполнение дела мастерское, прихитрейшее. А управление на начало поступков расстроено. Похоже на сон. А ведь это, пожалуй, здоровые так? Верное замечание. Но тут необходимо черту различать. Так что насчет раздавленного? Я тебя перебил. Что? А, запачкался в крови. Когда помогал. А ведь это, пожалуй, хорошо. Что он меня за сумасшедшего считает. Слово маменька, я хотел сказать, что прощения вас прошу. Да полно, Родя. Я уверена. Все, что ты не делаешь, все прекрасно. Не будьте уверены. А ведь они точно боятся меня. А знаешь, Родя, Марфа Петровна-то померла. Да, Боже мой, Марфа Петровна Саведригайлова. Да, 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 помню. Я тебе писала, Ань. Помню. Умерла. А чего же? Представь себе скоропостижно. И, кажется, причиной тому этот ужасный человек. Он ее ужасно избил. Это случилось утром. За обедом она покушала. Очень с большим аппетитом. Избитая? Так у нее всегда была такая привычка. Покушала и поехала в город, в купальню. Там холодный ключ. И она там купалась каждый день, лечилась как-то. И, представь себе, как только вошла в воду, так с нее удар приключился. Еще бы. Ах, маменька, охот вам в таком вздоре рассказывать. Так я не знала, о чем заговорить. Да. Говорить не о чем. А ведь, кажется, так любил их. Мне, однако, ж пора. Еще зайду. Может быть. Не о чем говорить. Ни с кем больше. Никогда и ни с кем. Ой, какой прекрасный человек. Да. Прекрасный, образованный, умный. Он вот тоже. Прекрасный человек. Нравится тебе Антонья? Очень. Фу, какой же ты свинтус. Да куда ты? А я тоже. Мне надо. Да совсем тебе не надо. Оставайся. Вот что, сестра. Я, конечно, прошу прощения за вчерашнее, но от главного не отступаюсь. Или я, или Лужин. Да. Пусть я подлец, но и ты не должна. Если ты выйдешь за него, я перестаю тебя тотчас же сестрой считать. Ой, родя, это то же самое, что и вчера. Брат, во всем этом есть ошибка с твоей стороны. Ты предполагаешь, будто я себя в жертву приношу. Совсем это не так. Я просто для себя выхожу. А затем, конечно, буду рада, если удастся быть полезной родным. Чего ты так улыбаешься? А ты чего сердишься? Ты лжешь, сестра нарочно по одному только женскому упрямству. Ты не можешь его уважать. Стало быть, ты продаешь себе за деньги. Неправда, не лгу. Я не могу выйти за него замуж, не будучи уверена в том, что буду уважать его. И, к счастью, я могу убедиться в этом сегодня же. Но даже если бы ты был прав, разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и покуплю кого-нибудь, и только себе одну, я еще никого не зарезала. Что с тобой? Что с тобой, Родя, милый? Что? Господи, до обморока довело. Нет, ничего. Здорово. Голова закружилась немного. Что бишь? Каким образом ты сегодня же можешь убедиться, что можешь уважать его? Ведь ты ей сегодня сказала, я не слышался? Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича. Скажите, а Родион Романович Раскольников где тут живет? Кто? Раскольников-то? А Раскольников, а он в квартире Зорницыной, барышня. Так как же ты решаешься, Родя, насчет вечера? Ты будешь? Сделаю, как вам лучше. Дунечка уже давно решилась, и я с ней согласна. Я решила просить тебя Роди, непременно быть у нас на этом свидании. Да. Придешь? Приду. И вас я тоже прошу, пожалуйста, будьте у нас восемь. Да. Дмитрий Прокофьевич, непременно. А, это вы. Сделайте одолжение. Садитесь. Вот сюда. Я на одну минуту зашла. Простите, что обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Садитесь, пожалуйста. Мне надо с вами поговорить. Маменька, это Софья Семена Мармеладова, дочь того самого несчастного, которого вчера на моих глазах раздавили лошади. Я хотел у вас спросить, как у вас там все устроилось? Не обеспокоили вас, например, от полиции? Нет. Не обеспокоили. Только вот жильцы сердятся. От чего? Что тело долго стоит. Теперь ведь жарко, тух. Так что сегодня к вечерней перенесут на кладбище, в часовню. Катерина Ивановна приказала вас очень просить, делать нам честь быть завтра утром на отпевании, а потом к нам, к ней на поминки. Как? Она поминки устраивает? Да, закуску. Она очень велела вас благодарить. Без вас совсем похоронить нечем. Но неужели на такие малые средства еще и закуску? Гроб ведь простой будет. И все будет просто. Мы тут давеча все рассчитали, как раз останется, чтобы помянуть. И вы, Дмитрий Прокофьевич, приходите. Будьте добры. Да, пожалуйста, придите. Останься на минуту. Прощай, Роди. Ой, до свидания. Не люблю слова прощай. Прощайте, Дмитрий Прокофьевич. Ой, опять слова прощай сказала. Дуня, дай же руку. Я же подавала. Забыл. Тогда еще. Ну, вот и славно. Упакуй, Господь, мертвых. А живым еще жить. Так ли? Ведь так? У меня к тебе дело. Сейчас, сов. Семеновна, вы не мешаете. У нас нет от вас секретов. Вот что. Ты ведь знаешь этого, которое это дело об убийстве, вчера вы говорили, ведет. Как его? Порфей Петрович? Ой, Дуня. Этой девицы я тоже очень боюсь. Чего же? Ой, предчувствия у меня, Дунечка. Веришь ли? Ой, как вошла она. Так я в ту же самую ноту подумала, что вот тут-то вот оно самое главное-то и сидит. Да совсем ничего не сидит. Он даже не узнал ее, как она вошла. Какие вы с вашими предчувствиями, мамаша? Петр Петрович такое об ней пишет. А он нам ее рекомендует. Стала быть дорога она ему. Мало ли что пишет. Об нас тоже много писали. Забыли, что ли? И потом, я уверена, что она прекрасна. И все это вздор. Дай ей Бог. А Петр Петрович негодный склепник. Вот что. Господи. Не хочу я, чтобы вещи пропали, особенно часы отцовские. Научи как быть, а. Я точно знаю, что нужно заявить в часть, но... Может быть, к саму Порфирию? Вот и видишь, мать непременно спросит за обедом. Отнюдь не в часть, а непременно к Порфирию. Да что там. Идем сейчас. Идем, два шага. Пожалуй, пойдем, но... Да он очень-очень-очень будет раз с тобой познакомиться. Так ты старуху знал. То-то. Да великолепно все это обернулось. Идем. Ах, да. Софья Ивановна. Софья Семеновна. Так я Полечке адрес дал. Да разве вы забыли? Не помню. Я обо вас еще от покойника слышала, только на фамилии вашей не знал. А как вы вчера сказали фамилию и адрес, то я нашла. Так я к вам зайду сегодня, Софь Семеновна? Как вам угодно. 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 Смеху платья, бутылок, старых сапогов нет ли, брата? Важнее всего, знает Порфирий или не знает, что я вчера у этой ведьмы в квартире был и про кровь спрашивал. В один миг надо это узнать с первого шагу. Иначе… А знаешь что? Я, брат, заметил, что ты сегодня с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь. В каком волнении? В каком не волнении? Нет, правда, заметно. Особенно, когда тебя обедать пригласили. Да ничего, я… Чего ты врешь? А чего ты конфузишься? Постой, Ромео, я это перескажу кое-где сегодня. Маменьку посмешу. И еще кое-кого. Послушай, послушай, чё ты им расскажешь? Просто роза весенняя. Фу, какая же ты свинья. Да как ты вымылся сегодня, ногти очистил. Чё? Когда это бывало. Чё? 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 Напоматился, надушился. Чё, свинья? Не слава тут или я тебя размажжу? Ты понял, нет? Свинья. Понял, я спрашиваю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ты себе хрустури-то ломать, господа. Казни ведь убыток. Извините, Раскольников. Полноте. Очень приятно. Да и так вы приятно вошли. И этот здесь. Ну, и чёрт с вами со всеми. Шабаш. Все дураки. Ну, к делу. Субтитры сделал DimaTorzok. Вы у Купернаумова стоите? Хм. Он мне жилет вчера перешивал. А я вот тут у мадам Рейсли Гертруда Карловны. Как пришлось-то. Соседям. Я всего третий день в городе. Ну-с. Пока. До свидания. Соседям. Стало быть, в полицию. Видите ли, я в настоящую минуту не совсем при деньгах и желал бы только заявить, что эти вещи мои. Ну, это все равно. Впрочем, вам можно и прямо ко мне написать, если захотите. В том же смысле, то, дескать, известясь о том-то, ну, и… На простой бумаге, не на гербовой. На самом простейшем. Вы извините, что такими пустяками беспокою. Часы и колечко стоят пять рублей. Но они мне дороги. И, признаюсь, как только я узнал, я ужасно испугался. Да ты-то так спорхнулся вчера, когда я сболтнул, что Порфирий закладчиков опрашивает. Ты, брат, кажется, надо мной посмеиваешься. Я тебе говорил уже, что часы — единственная вещь, которая осталась после отца. И если бы они пропали, если бы мать узнала, клянусь, она была бы в отчаянии… Женщины… Вещи ваши ни в каком случае не могли пропасть, потому как я давно вас здесь уже поджидаю. Да разве ты знал, что и он у старухи закладывал? Так ваши обе вещи были у нее под одну бумажку завернуты. А на бумажке ваше имя Карнашом четко обозначено. Почти все закладчики уже известны. Одни вы только не звалили пожаловать. Я не совсем был здоров. Да-с, я об этом слышал. Не совсем. До вчерашнего дня без памяти был. И веришь, Порфирий, только мы и я до Зосимов отвернулись — удрал. И куролесил чуть ли не до полночи. В совершеннейшем бреду. О, уже в совершеннейшем бреду. Скажите, пожалуйста. Надоели они мне вчера. Я и решил сбежать, квартиру нанять, чтоб не сыскали. Захватил с собой кучу денег. Вон господин Заметов видел. Что, господин Заметов? Умен я был вчера, али в бреду. Разрешите-ка наш спор. По-моему, вы говорили разумно. И даже хитрос. Только раздражительно уже были слишком. Порфирий Петрович, вы извините, что мы вас беспокоим таким пустяшным перебором. Надоели ведь, а? Помилуйте, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете, как я рад, что вы наконец пожаловать изволили. Да, брат, у меня после твоего вчерашнего-то голова весь развинтился. Так кто победил-то? Я на самом интересном месте бросил. Да никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали. Вот у себя хворили. Вообрази, Родя, на что вчера съехали. Есть или нет преступления. До чертиков добрались. Что ж, обыкновенный социальный вопрос. Вопрос был не так формулирован. Ну, не совсем так. Это правда. Слушай, Родя, и скажи свое мнение. Начало все с воззрения социалистов. Почему они со мной говорят таким тоном? Дразни, что ли, меняли нервы мои. Хотят раздражить. Опять притворяется, черт. Опять все нарочно. Ну, стоит ли с тобой говорить? Вы в самом деле такой притворщик? А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу. Нет, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений там и прочего, вспомнилась мне одна ваша статейка о преступлении. Или как там у вас забыл. Два месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть. Браво, Родька. Я тоже не знал. Сегодня же забегу в читальню и номер спрошу. А почему вы решили, что эта статья моя? Да. А на буквы подписано? Да, случайно. И то на днях. Через редактора. Я знаком. Весьма заинтересовался. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Да, сон. Но меня, собственно, не эта часть заинтересовала, а одна мысль в конце статьи. И если припомните, то проводится намек на то, что будто бы есть на свете такие лица, которые могут, вернее даже полное право имеют, совершать всякие преступления. Как? Право на преступление? А опять потому, что среда заела? Нет. Нет. Не потому. Дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Ну, обыкновенные должны жить в послушании и закона не приступать, потому что они обыкновенные. А необыкновенные правы имеют всяческий закон приступать, потому что они, собственно, необыкновенные. А да как же это? Быть не может, чтобы так. Вы знаете, вы почти верно все изложили. Только я вовсе не настаиваю, что необыкновенный человек должен совершать преступление. Я только намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть не официальное право, а сам внутри себя позволить себе переступить через иные препятствия. Допустим, что один, десять, сто человек стояли бы как препятствия на пути Ньютона, мешали бы сделать его открытия известными людям. Тогда Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить эти десять или сто человек. Впрочем, масса почти никогда не признает этого права. Казнит и вешает. А в следующих поколениях ставят казненных на пьедестал и им поклоняется. Ну ведь не всегда же казнят иные… Торжествуют при жизни. Да? И тогда… Сами начинают казнить? Если надо. А все эти великие законодатели, благодетели человечества, все эти ликурги, Солоны, Наполеоны, все до единого были преступниками. Уже тем одним, что нарушали древний закон ради нового. И уж, конечно, не останавливаясь перед кровью, а были страшные коропроливцы. А коли так… Значит, не то что великие. Но и все чуть-чуть из кольей выходящие люди по природе своей должны быть преступниками. Я только думаю, что по закону природы люди вообще делятся на два разряда. На низший, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных. И на собственных людей, имеющих дар сказать новое слово. Первый разряд – господи настоящего, второй – будущего. Первые сохраняют мир, вторые двигают его и ведут к цели. Те и другие имеют одинаковое право существовать. И да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется. Так вы и в Новый Иерусалим веруете? Верую. Так и в Бога веруете? Верую. Верую. И в воскресенье Лазаря веруете? Верую. Зачем это вам? Буквально веруете? Буквально. Вот как-с. Так, полюбопытствовал, извините-с. Ну, вот что скажите. Как бы отличить-то этих необыкновенных людей-то? Знаки, что ли, какие-нибудь есть там про рождение? Потому как, согласитесь, если произойдет путаница. Да вы шутите, что ли? Морочите друг друга или нет? Ты серьезно, Родя? Ну, брат, если ты действительно серьезно. Да нет, это все не новое. Тысячу раз напечатано и прочитано, но то, что действительно оригинально во всем этом. То, что ты кровь по совести разрешаешь, а это ведь, Родя, страшнее, чем официальное разрешение кровь проливать. Совершенно справедливо. Страшнее-с. А ну, как иной какой-нибудь муж, аль там юноша, вообразит, что он, или Курка, или Наполеон, да и начнет устранять все к тому препятствия. Ну, предстоит, дескать, дальний поход, а поход деньги нужны. Да и начнет добывать-то себе. Такие случаи действительно должны быть. Так что же из этого? Общество слишком обеспечено тюрмами, каторгами, судебными следователями. Ищите вора. Ну, а колес ищем? Туда ему и дорога. Ну, а как насчет совести-то его? А вам какое до нее дело? Да уж так. По гуманности. У кого она есть, тот страдай. И наказание ему — апречкаторге. Ну, вот вы сердитесь или нет, а я все-таки не утерплю. Позвольте еще вопросик один. Спрашивайте. Как бы это удачнее выразиться. Да и как… Вы когда статейку тогда сочиняли? Ведь уж того не может быть, что вы сами-то себя не причисляли. Так сказать, да? Ну, хоть капельку. К людям-то необыкновенным. А ведь так очень может быть. Ну, а коли так, так неужели вы сами решились, а? Так сказать, перешагнуть, устранить, так сказать, препятствия. Ну, например, убить, ограбить там. Позвольте вам заметить, что я себя Лекургом и Наполеоном не считаю. Следовательно, не могу дать удовлетворительного ответа. Дополните, кто у нас на Руси Наполеоном-то, если тебя теперь не считает. Уж не Наполеон ли какой будущий? Нашу Алену Ивановну на прошлой неделе укокошил. А насчет просьбы вашей, то не имейте сомнения. Напишите, а еще лучше всего зайдите ко мне в отделение. Да хоть завтра. Я там буду часиков в одиннадцать. Ну, вот, все и обустроим, так сказать, поговорим. Вы хотите официально меня допрашивать? Да нет, зачем же. Покамиться это не требуется. Я просто со всеми закладчиками не упускаю случая. Да, да, о, вспомнил. Да, ты ж мне все про Экалашку-то этого красильщика уши промозолил. Ну, так ведь я и сам знаю, что парень-то чист. Так ведь что же делать? Ведь вот какое я делаю. Вот проходя там, на лестнице тогда. Позвольте, ведь вы в восьмом часу проходили? В восьмом? Зачем сказал? Так вот, проходя в восьмом часу, не видали хоть вы во втором этаже в квартире отворенной? Ну, помните двух красильщиков? Или хотя бы одного из них? Это очень, очень важно для них. Красильщиков? В чем ловушка? Где она? Где? Нет, не видал. Вот она. Да, и квартиры такой, отпертой, не заметил. Вот в четвертом этаже, помнится, выносили мебель, переезжали. Подаленные и в ванной. Да ты что? Ведь красильщики мазали в самый день убийства, а он за три дня там был. Ты что спрашиваешь-то, а? Совсем перемешал. У меня с этим делом ум за разом заходит. Нам и так важно было узнать, чтобы хоть кто-нибудь их видел. Ну, мне и вообразилось, что он тоже совсем перемешал. Ага. Так внимательней надо быть. Не верю, не могу верить. Не верь. Нет, я согласен. Тон Порфирия был довольно странный. И особенно этот подлец Заметов. Но ведь если бы у них была эта безмозглая мысль, так они бы ее старались припрятать, скрыть свои карты, чтобы потом поймать. А теперь это нагло и неосторожно. Если бы у них действительно были факты, тогда они постарались бы скрыть. Но у них все мираж. Все о двух концах. Одна идея летучая. Вот они и стараются наглостью сбить. А впрочем, гадко это все оставь. Оскорбительно, Родя, оскорбительно. Понимаю тебя. А главное, как они смеют? Из-за того, что бедный студент изуродованный нищетой, ипохондрией, мнительный, самолюбивый. Из-за того, что он стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство. Да просроченный вексель, тухлая краска, жара, спертый воздух, да рассказ об убийстве лица, у которого был недавно. Ну как же, как же тот не быть обмороку-то, а? Да еще на голодный желудок. И на этом-то все основать. Черт возьми, да плюнь ты на них. Это однако же он хорошо изложил. Плюнь, а завтра опять допрос? Вот что, сам пойду к Порфирию, прижму его по родственному, пусть выложится до корней. Наконец-то догадался. Стой. Стой. Так ты наврал. Подожди, какой же это подвох в вопрос о красильщиках, а? Ведь если бы это дело ты сделал, разве ты проговорился, что видел их? Если бы я, то непременно. А зачем же против себя говорить? А потому что только мужики и новички прямо во всем запираются. А человек развитой старается осознаться во всех фактах. Только причины он другие подыскивает. Вот Порфирий и рассчитывал, что я для правдоподобия… Так он ведь тотчас бы тебе сказал, что за два дня красильщиков там не было. Ну да на это он и рассчитывал, что я не успею сам родить. На таких простых вещах избиваются хитрые люди. Подлез же он после этого. Во вкус вхожу в иных пунктах. Ты чего? Вот же они, номера эти. Ступай один, я сейчас сворочусь. Как? Они же нас к обеду ждут. Мне надо… надо дело. Скажи там матери, Дуне. Я приду через полчаса. Воля твоя, я пойду за тобой. Что ж, и ты меня хочешь замучить? Какая-нибудь цепочка. Запонка. Даже бумажка. А на ней отметка старухиной рукой. В какую-нибудь щелочку. И все. Улика? Ну? Нет. Вроде бы ничего. Или все-таки… Нет. Нету. 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 Да вот они. Сами. Что такое? Да вот. Спрашивали вас. Фамилию называл. Вы меня спрашивали? Да что ж это такое? Приходите спрашивать и молчите. Убилец. Что? Кто убийца? Ты убийца. Не замай. Пущай выспится, а после поезд. Пойдем. Пущай. Старушонка вздор. Не вне дела. Я б переступить поскорее хотел. Я не человек убил. Я б принцип убил. Принцип убил, а переступить ты не переступил. На этой стороне остался. Эх, эстетическая я вошь. И больше ничего. Какую развел арифметику. И за всех в шей выбрал самую наибесполезнейшую. И положил взять у нее ровно столько, сколько надо для первого шага. Не больше, не меньше. Вошь. Да я еще сквернее гажа, чем она. И как я смел, зная себя, предчувствую себя брать топор и кровавица. Ведь все это я предчувствовал. Все заранее знал. О, пошлость. О, подлость. Как я ненавижу теперь Старушонку. Кажется, другой раз убил бы, если бы очнулась. О, не hate. Паркадный халат! Последний цена бонзара! Старобля! Ну говорите, чего вам надо? А ведь я так и знал, что вы не спите. Позвольте отрекомендоваться. Аркадий Иванович Свидригайлов. Свидригайлов? Какой он в сторону? Быть не может. Я особенно ничем не интересуюсь, ничем не занят. Особенно теперь. Третий день, слоняясь по городу, откровенно вам скажу, очень скучно. Так что я вам даже обрадовался, Арден Романович. Не рассердитесь, но вы мне почему-то кажетесь ужасно как странным. Что-то у вас есть. Да кто вы такой? Зачем вы приехали? Я кто такой? Дворянин. Служил два года в кавалерии. Потом здесь, в Петербурге шлялся. Вы игрок. Нет. Какой я игрок? Шулер. Вы были шулером? Да, был. Целая компания у нас была. Найприличнейшие поэты, капиталисты. Что же, и вас бивали? Случалось. А что? А вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете. Я? Может быть. Право, может быть. Кстати, вы в привидения верите? В какие привидения? В обыкновенные какие? А вы верите? Пожалуй, нет. Погоуплял. Не то, чтобы нет, но… Являются, что ли? Марфа Петровна. Посещать изволит. Вот уже три раза приходила. Какие вздорные? Да, может, вы все лжете. Я? Я редко лгу. Сходите к доктору? Это я и сам понимаешь, что нездоров. Только не знаю, чем. По-моему, так я здравею вас раз в пятеро. Я вас не про то спросил, верите ли вы в то, что привидения являются. Я вас спросил, верите ли в то, что они есть? Нет, ни за что не поверю. Ведь обыкновенно, как говорят, ты болен. Стало быть, все это есть один только несуществующий бред. Но в этом нет строгой логики. Я согласен. Привидения являются только больным. Но это не доказывает, что их нет самих по себе. Нет, конечно. Вы так думаете. А что если так рассудить? Помогите. Привидения — это клочки отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку незачем их видеть, потому что он должен жить одной только здешней жизнью. Но чуть-чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме. И тотчас сказывается возможность другого мира. Чем больше болен, тем соприкосновений с ним больше. Так что, когда он умрет, человек, то прям перейдет в другой мир. Если в будущую жизнь верить, то этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь. А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, а? Это помешанные. Да, вон все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. А почему же непременно огромное-то? А вдруг там вместо всего этого, представь себе, будет там одна комнатка. Этак вроде деревенской бани, закоптелы. И по всем углам пауки. Вот и вся вечность. Неужели вам больше ничего не представляется? Ничего утешительнее, справедливее? Справедливее? А почем знать? Может, это и есть справедливее. И знаете, я бы непременно, нарочно бы так вот сделал. Это и сообразите. Полчаса знакомы, врагами считаемся. Дело нерешено есть. А вон в какую литературу заехали. Ну, не правда ли я сказал, что мы одного полиягода? Вы этого не говорили. Не говорил? Нет. Мне казалось, говорил. Я как давеча вошел, так сказал сам себе. Это тот самый и есть. Что такое тот самый, Ваид? А про что? Про что? По праву не знаю про что. Сделать одолжение. Да, да, да. Ближе к делу. Признаться, моя ссора с Марфой Петровной произошла, когда я узнал, что она состряпала свадьбу. Авдотья Романовна с господином Лужиным. Нельзя ли как-нибудь обойти вопрос о моей сестре? Я даже не понимаю, как вы смеете упоминать при мне ее имя? Так я ведь об ней говорить пришел. Как же мне не упоминать-то? Хорошо. Говорите. Но скорее. Уверен, что об этом господине уже составили свое мнение. Авдотья Романовне он не пара. По-моему, она в этом деле жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для своего семейства. Мне кажется, вы очень были бы довольны, если бы этот брак мог расстроиться без нарушений интересов. С вашей стороны это очень наивно. Извините. Я хотел сказать нахально. То есть вы думаете, что я хлопочу в свой карман? Нет, Орден Романович. Не стал бы я так прямо высказываться. Ну не дурак же я совсем. Я открою вам еще вот что. Я давеча о своей любви говорил к Авдотье Романовне. Так вот, знайте, что никакой любви я теперь не ощущаю. Никакой. Так что даже самому странно. Послушайте. Да, да. Так вот, я теперь желаю повидаться с Авдотьей Романной. И объяснить ей, пожалуй, в вашем присутствии, что от господина Лужина ей не будет ни малейшей выгоды. А вернее, даже будет явный ущерб. Затем, испросив у нее извинения во всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить ей десять тысяч рублей. И таким образом облегчить разрыв с господином Лужином. А вы действительно сумасшедший. Как вы можете так говорить? Я так и знал, что вы закричите. Во-первых, эти десять тысячи у меня совершенно свободны. То есть мне абсолютно не надобны. Во-вторых, совесть моя спокойна, я без всяких расчетов предлагаю. Я не откупиться хочу, а просто-запросто сделать для вашей сестрицы что-нибудь выгодное. Ну, в самом деле, не привилегию же я взял, делать одно такое злое. Кроме того, я решился предпринять некоторый лояж. Потому и хочу поскорее покончить со всеми делами. Прошу вас покончить с этим разговором. Все это непростительно дерзко. Да вы не сердитесь, а рассудите спокойно. Ведь если б я, например, помер, и оставил бы эту сумму сестрицей вашей по духовному завещанию, неужели бы она и тогда принять отказалась? Весьма может быть. Ну уж это нет. А впрочем, нет так нет. Пусть так и будет. Во всяком случае, прошу передать сказанное, а вдоть романь. Нет, не передам. В таком случае, Родин Романович, принужден буду добиваться свидания личного. А если передам? Вы не будете добиваться? Не знаю права, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал. И не надеетесь. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе. Мне все кажется, у вас есть что-то к моему подходящее. Позвольте вас спросить, а вы в свой вояж отравляетесь скоро? Вояж? Ах да, в самом деле. Ну, это вопрос обширный. Знали вы, однако ж, об чем спрашиваете. Я, может, вместо вояжа-то женюсь? Мне тут в Петербурге невеста сватывает. До свидания. Ах да. Ведь вот что забыл. Передайте, Родину Романовичу, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в трех тысячах. Неделю через две-три можете получить. Вы правду говорите? Правду, правду. Марфа Петровна при мне распорядилась за неделю до смерти. Ну-с, ваш слуга. Не знаю почему, но я его очень боюсь. От него Дуню оберегать надо, слышишь? Да что он может? А впрочем, спасибо тебе, Роди. Будем, будем оберегать. Ты его видел? Видел, узнаю. Точно видел, а? Видел, из тысячи узнаю. Я памятлив на лица. А, а то мне показалось, что это так может быть только фантазия. Ты про что? Вот вы все, Тун, говорите, что я помешанный. Мне теперь показалось, что я будто бы призрак видел. Кто знает. Может, я и впрямь помешанный. Может быть, все, что было в эти последние дни, может быть, все это… Так просто. Воображение. Их, Роди, к Порфирию-то я ходил. После обеда. Замета все у него. Я хотел было начать. Ничего не вышло. Они точно не понимают, но вовсе не конфузятся. Наконец, я отвел Порфирия к окну, поднес к его роже кулак и сказал, размозжу по-родственному. А он, а он только посмотрел на меня. Я плюнул и ушел. Вот и все. Очень глупо. У меня, у меня мысль. Мысль, Роди. И с чего мы хлопочем? Ты-то тут ни при чем. Ну и плевать на них. Поколотить потом можно будет. А теперь посмеемся. Разумеется, так. Что интересно, ты завтра скажешь. Если узнаешь. Esчистки у тебя открываются. Нам не просто тебе хватит. Поехали. Морфа Петровна умерла. Слышали? Как же слышался? Я даже приехал сообщить, что Аркадий Иванович Сыдриганов немедленно после похорон отправился в Петербург. В Петербург сюда? Господи, неужели он и здесь Дунечку не оставит в покое? Мне кажется, особенно тревожиться нечего. Конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Ой, Петр Петрович, я его видела два раза, и он мне показался ужасен. Ужасен. Согласен с вами. Это самый развращенный и погибший в пороках человек. Я имею основание предполагать, что Марфа Петровна восемь лет назад спасла его не только от долгов. Единственными ее усилиями было затушено уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства. Ой, господи. Вы имеете об этом точные сведения? Я говорю только тот, что слышал сам по секрету от Марфы Петровны. Здесь проживает некая Реслих, с которой господин Свидригайлов находился издавна в близких весьма таинственных отношениях. У ней жила племянница, девочка лет четырнадцати, которую Реслих беспредельно ненавидела, каждым куском попрекала и даже била. Восемь лет назад, зимой, вот теперь, девочка была найдена в Неве. Заключено было, что она утопилась. Явился, однако, донос, что ребенок был жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это темно. Донос был от женщины тоже отъявлен, и не имевший доверия. А благодаря Марфе Петровне и донос исчез, и все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен. Он сейчас приходил ко мне. Между прочим, он ночью просил свидания с тобой, Дуня. У него есть к тебе одно предложение. Кроме того, он уведомил меня, что Марфа Петровна оставила тебе по завещанию три тысячи рублей. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Это действительная правда. Ну, что он хочет предложить Дунечке? Он сказал тебе? Да, сказал. Что же? Потом скажу. Необходимо отправиться по делу, и таким образом не помешаю. Останьтесь, Петр Петрович. Ведь вы писали, что желаете об чем-то объясниться с маменькой. Точно так, Савдотья Романовна. Но как брат ваш не может при мне объясниться насчет предложений господина Свидригайлова, так и я не могу и не желаю объясниться насчет некоторых весьма важных пунктов. К тому же, капитальная и убедительнейшая просьба моя не была исполнена. Просьба ваша об том, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена единственно по моему настоянию. Вы писали, что были братом чем-то оскорблены. Я уверена, что это нужно немедленно разъяснить, и вы должны помириться. И если Родя вас действительно оскорбил, то он должен и будет просить у вас прощения. Есть оскорбление, Авдотья Романовна, которое при всей доброй воле забыть нельзя-с. Ибо есть черта, которую, переступив, вратиться назад невозможно. Я вам не о том, собственно, говорила, Петр Петрович. Поймите же хорошенько, все наше будущее будет зависеть от того, уладится ли это все сегодня, же ли нет. Удивляет, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна. Ценя и, так сказать, обожаю вас, я в то же время могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Оставьте эту обидчивость, Петр Петрович, и будьте тем умным и благородным человеком, каким я вас всегда считала и считать хочу. Поймите же, что если вы не помиритесь, то мне придется выбирать между вами. Или вы, или он. Так стал вопрос и с его, и с вашей стороны. Я не хочу, и не должна ошибиться в выборе. Я хочу и могу узнать теперь, наверное, брат ли он мне. А про вас, дорога ли я вам, цените ли вы меня, муж ли вы мне. Авдотья Романовна, ваши слова слишком многозначительны для меня. Скажу даже более, обидны. Не говоря уже о странном сопоставлении между мной и заносчивым юношей. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Как? Разве я не ставлю ваш интерес рядом со всем, что было до сих пор мне дорого в жизни? Что составляло всю мою жизнь? И вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам мало цены? Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превышать любовь к брату. Кроме того, Пульхерия Александровна, сын ваш вчера обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам в частном разговоре. А именно, что женить бы на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, выгоднее в супружеском отношении, ибо полезнее для нравственности. Он преувеличил эту мысль до нелепости, обвинив меня в злостных намерениях. Но мои слова могли стать ему известны только из вашей корреспонденции. Сообщите же мне, в каких именно терминах вы их передали. Я не помню. Я передала, как сама поняла. Быть может, Родя что-то переувеличил. Без вашего внушения он преувеличить не мог. Петр Петрович, доказательство того, что мы с Дуней приняли ваши слова не в дурную сторону, но это то, что мы здесь. Стало быть, я и тут виноват. Вот. Вы все Родиона вините, а сами о нем, Дович, и неправду написали. Не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду. Вы написали, что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, а его дочери. И чтобы поссорить меня с близкими, прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которую вы не знаете. Извините, сударь. А по-моему, вы просто мизинца не стоите этой девушке. Стало быть, вы решились бы ввести ее в общество вашей матери и сестры? Я уже это сделал, если вам хочется знать. Я посадил ее сегодня рядом с маменькой и Дуней. Водя. Сами изволите видеть Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение. Впредь, надеюсь, быть избавлен от подобных встреч и, так сказать, компромиссов. Особенно буду просить об этом вас, многоуважаемая Пульхерия Александровна. Что-то вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович. И письма пишете. Как будто приказываете. А я вам, напротив, скажу, что вы должны быть с нами деликатными. Потому что мы все бросили и сюда приехали. Стало быть, и уже и без того почти в вашей власти состоим. Это не совсем справедливо, Пульхерия Александровна. Особенно в настоящий момент, когда возвещено о завещании Марфы Петровны. Что кажется, очень кстати. Судя по новому тону, о котором вы со мной заговорили. Судя по последнему замечанию, вы действительно рассчитывали на нашу беспомощность. Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать. И особенно не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, а может быть, весьма приятное значение. Ах ты, Господи. Не стыдно теперь тебе, сестра? Стыдно, Родя. Петр Петрович, пойдите вон. Авдотья Романовна, если я выйду теперь в эту дверь при таком напутствии, я уж не врачусь никогда. Обдумайте хорошенько. Мое слово твердо. Что за наглость. Да я и не хочу, чтобы вы когда-нибудь возвращались. Как? Так вот как-с. Но, знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать-с. Да какое право имеете? так говорить с ней. И чем это вы можете протестовать? Пойдите. Оставьте нас. Совсем. Однако, Шпульхерия Александровна, вы связали меня данным словом. И, наконец, наконец, я был вовлечен через то вы сдержки. Вы сдержки? Какие сдержки? О, уж не про сундук ли вы наш, а, как говорите? Так вам кондуктор его задаром перевез? Довольно, маменька. Петр Петрович, сделайте милость, уйдите. Уйду-с. Но одно только последнее слово. Ваша мамаша, кажется, забыла, что я решился взять вас, так сказать, после городской молвы. Насчет репутации вашей. Только теперь вижу, что, может быть, весьма и весьма опрометчиво поступил, пренебрегая общественным голосом. Да он на двух головах, что ли? Низкий вы и злой человек. Ни слова, ни жеста. Извольте выйти вон. Иначе. Нелепость какая! Просто пошутил, он увлекся. Нелепость какая! Ошибка была, что им денег совсем не давал. Если бы я им за все это время выдал хотя бы тысячи полторы на приданые, да на подарки, не так бы легко. Мне теперь отказали. Завтра же. Завтра все восстановить, залечить, исправить. Мальчишка! Молокосос! Это все он, он! Завтра же уничтожить его! Ну, и тогда все еще поправимо! Все еще весьма и весьма поправимо! уничтожить, завтра же! Зачем вам уезжать? Что вы будете делать в своем городишке? Возьмите меня в компаньоны. Затеем отличное предприятие. Слушайте, есть у меня дядя, у него тысячу рублей капиталу. Сам он живет пенсионом и ко мне второй год пристает, чтобы я взял у него эту тысячу, а ему бы по шести процентов платил. Затем вы даете другую тысячу из ваших трех. И вот и довольна на первый случай. И что же мы будем делать? Издавать книжки. Ну, то есть, и переводить, и издавать, и учиться, и все вместе. Я уже два года по издателям шныряю. Все их подноготную знаю. Не святые горшки лепят. Многие издатели и книгопродавцы мало толку знают в своем товаре. Такое дубье. А между тем, теперь порядочное издание славный процент приносит. Я это знаю и втайне храню два-три таких сочинения, что за одну только мысль издать можно. Рублей по сту взять за каждую книгу. То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Пракович. А ты как думаешь, брат? Думаю, очень хорошая мысль. И дело повести он сумеет. Это без сомнения. Ура! Ну, тогда переезжаем на квартиру, о которой я говорил. Она меблированная, просторная. Вы можете все трое там жить. Вместе с Родей. Родька, ты куда ж ты? Как ты? Что же уходишь? Что это вы меня точно погреваете или навек прощаетесь? А ведь кто знает, может, может, и впрямь навек прощаемся? Да что с тобой? Куда ты? я хотел сказать вам, что нам лучше на некоторое время разойтись. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. погибну я или нет. Я хочу быть один. Если надо, я приду сам или вас позову. А теперь забудьте меня. Совсем. Это лучше. иначе я возненавижу вас. я чувствую. Господи. Брат, бесчувственный, злобный эгоист. Он сумасшедший. А не бесчувственный. Неужели вы не видите? Вы бесчувственные после этого. Я сейчас приду. Я так и знал, что ты выбежишь. Вратись к ним и будь с ними всегда. Родя. Родь. Ни о чем меня не спрашивай. И нечего мне тебе сказать. Оставь меня. А их не оставь. Ты меня понимаешь? Ты теперь понимаешь меня? Стопай к ним. Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминки все деньги, которые получила от этого другого дурака, Раскольникова. Даже подивился теперь, проходя, какие там приготовления, вина. А вы-то почему не пойдете? А впрочем, куда уж вам? Собственно, ручно отколотились. Кто отколотил? Кого? Да вы-то-с. Катерину Ивановну. С месяц назад. Нет. Я ж слышал-с. Бздор и клевета. Совсем не так. Она сама первая бросилась на меня с когтями. Я просто защищал свою честь. Подгулял, подгулял, женский вопрос. Да совсем это не касается. Впрочем, я думал, что если принято, что женщина во всем равна мужчине, даже в силе, то стало быть, и в этом случае должно быть равенство. Конечно, в будущем в обществе драка немыслима, так что и вопроса такого не будет. Да вы потому меня задираете, что сами досадуете и злитесь из-за этой вашей неудачи. Ну, бейте. Бейте меня. А я рад, что так вышло. Что вы совершенно свободны, что вы еще не погибли для человечества. Ну, к чему? К чему вам этот брак? То есть, законный брак? А к тому-с, что я в вашем гражданском браке не хочу рогов носить и чужих детей разводить. Вот к чему-с. Детей? Согласен. Вопрос социальный. Я даже вообще отрицаю детей как всякий намек на это самое. На семью. Но о детях после. А теперь... теперь займемся рогами. Рога. Какие рога? Какой вздор! Это скверное гусарское пушкинское выражение даже немыслимо в будущем лексиконе. Рога есть естественное следствие вашего законного брака. И если бы они ставились открыто, как в гражданском браке, тогда бы их уже и не существовало. если бы меня выдали замуж. То есть, если бы я женился, я пока что сам предложил жене любовника, если бы у нее долго его не заводилось. Друг мой. Сказал бы я ей. До сих пор я только любил тебя. А теперь же хочу. Хочу тебя уважать. Ну, а эту как дочку покойника-то вы тоже уважаете? Как ее? Софья Семеновна. Разумеется, прекрасная натура. И что же? Пользуетесь натурой-то? А? Нет, нет. Совсем напротив. Ну уж и напротив. А я слышал, что пока она еще здесь проживала, вы так сказали... Это уже другая сплетня. Это все наврала Екатерина Ивановна. Она не поняла. Совсем я не подбивался к Софье Семеновне. Я просто ее развивал, книги ей давал, толковал вопросы о будущем обществе. Совершенно бескорыстно. Так что же, значит, все это правда, что про нее говорят? А что ж такое? По моему личному убеждению, это нормальное состояние женщины и есть. То есть в нынешнем обществе оно, конечно, не совсем. А? Кто тут? Это я. К вам. Что с вами? Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Я ведь… Я… Я грешница. Да. Ты великая грешница. Живешь в этой грязи, которую ненавидишь, но в то же время понимаешь сама, что никому этим не помогаешь, никого не от чего не спасаешь. Ну, как же так можно жить-то, скажи мне? Разве не разумнее было бы в тысячу раз прямо с головой в воду и разом покончить? А с ними-то что будет? Стало быть, у ней самой была уже эта мысль – покончить. Так что, Соня, ты очень Богу молишься? Что бы я без Бога-то была. И что тебе Бог за это делает? Молчите, не спрашивайте. Вы не стоите. Все делает. Еродивая. Еродивая. Откуда это? Не принесли. Кто принес? Лизавета принесла. Я просила. Так ты с Лизаветой дружна была? Да. Она справедливая была. Мы с ней читали, говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит. Обе еродивые. То ты сам станешь еродивым. Заразительно. Где тут про Лазаря? Про воскресенье Лазаря где? Отыщи мне, Соня. Вы там смотрите. В четвертом Евангелии. Найди и прочти мне. Разве вы не читали? Давно, когда учился. А в церкви не слыхали? Я не ходил. Читай. Зачем вам? Ведь вы не веруете. Читай. Я так хочу. Лизавета же читала. Да. Был же болен некто Лазаря из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа. Господи. Да ведь это настоящая тайна ее. Давнишняя. Может быть еще с самого утрачества. Она чуда ждет. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет. Воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, живет. Да, она в лихорадке. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дни, как он во гробе. Иисус говорит ей. В книгу давно уже почти не смотрит. Сказав сие, возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый погребальными пеленами по рукам и ногам. И лицо его было обвито платком. Иисус сказал им, развяжите его, пусть идет. И тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в него. Все об воскресении Лазаря. Я о деле пришел сказать. Я сегодня родных бросил. Мать и сестру все разорвал. Зачем? У меня теперь одна ты. Вместе прокляты, вместе пойдем. Куда? Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге. Одна цель. Не понимаю. Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты переступила, смогла переступить. Ты руки на себя наложила. Ты загубила жизнь свою, стало быть. Пойдем. Зачем? Зачем вы это? За тем, что нельзя так оставаться. По-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Но если ты завтра заболеешь и тебя в больницу свезут, что тогда будет с ними? С детьми-то? А что же делать? Что делать? Сломать, что надо, раз и навсегда. И страдания взять на себя. Свобода и власть. Власть над всей дрожащей тварью. Над всем муравейником. Вот цель. Помни это. Если я завтра не приду, услышишь про все сама, тогда припомни эти слова. И когда-нибудь через годы, может быть, и поймешь, что они значили. Если я завтра приду, скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай. Да разве вы знаете, кто убил? Знаю, скажу. Тебе, я одной тебе. Я тебя давно выбрал, чтобы сказать это тебе. Еще когда я про тебя, отец рассказывал, Элизавета была жива. Прощай. Руки не давай. Завтра. Странно. Не зовут. Да если бы тот вчерашний человек, призрак из-под земли, все знал, разве дали бы мне теперь так спокойно ждать? Нет, не видел он ничего. А стало быть, ну, Порфирий Петрович. Вы расходников? Я? Порфирий Петрович просят. Ух, почтеннейший. Вот и жи. В наших краях. Садитесь. Садитесь, батюшка. Вот, на диванчик. Я вам принёс эту бумажку, а в часах-то своих так написано или переписывать. Что? Бумажку? Не беспокойтесь. Так точно-с. Точно. Так. Всё. Более. Ничего не надо б нас. Вы говорили, что желали бы спросить меня о моём знакомстве с этой убитой. Да. Да вы не беспокойтесь. Время терпит. Время терпит. А вы курите? Знаете, принимаю вас здесь. А ведь квартира моя тут же, за перегородкой. Вчера-то вольная была. Я там так на время. Поправочки нужно было кое-какие здесь устроить. Теперь почти готово. Казённая квартира. Да. Славная вещь. Как вы думаете? Славная. А? Славная вещь. Славная вещь. А знаете что? Весь существует, кажется, у следователей такой приём. Начать издалека, с пустячков. Усыпить осторожность и вдруг неожиданно огорошить в самой теме, каким-нибудь роковым и опасным вопросом. Так ли? Так-так, что ж вы думаете? Я вас, казён эта, квартирка того? А? Парфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Так вот и пришел. И если вам надо, так спрашивайте. Нет, то позвольте уж мне уйти. Мне некогда, у меня дело. Мне нужно быть на похоронах того самого чиновника. И мне все это надоело. Слышите, уже давно. Я отчасти от этого болен был. Словом, извольте мне спрашивать или сейчас же отпустите. А если спрашивать, то не иначе, как по форме. Господи. Да что это вы, а? Да о чем же мне вас спрашивать? Да я за гостя вас принимаю. А насчет смеха этого проклятого, так вы, батюшка Родион Романович, вы меня извините, нервный человек, смешлив. Родион Романович, ведь так кажется? Так, ну, кофе я с вас не прошу, не место. Ну, минуток пять времени, ну, почему не посидеть с приятелем, так сказать, для развлечения. Ну, вы фураречку-то отложите. Точно вы собираетесь уйти. Ну, право и неловко смотреть. Ну, вот. Уж я так рад, что вы прибыли. Вы, батюшка, извините, что я все, так сказать, хожу в мацион. И он мне просто необходим геморрой. Все, в гимнастике, так сказать, собираюсь лечиться. А насчет приемов наших совершенно с вами согласен. И смешные бывают, и бесполезные. Ну, кто ж у нас теперь не знает, что его сначала посторонними вопросами усыплять начнут, то уж потом ее огорошит вдруг. И в самое темечко его хунц. По счастливому рожению вашему. Ай, иронический человек. Ну, не буду, не буду. Ну, считай я кого-нибудь за преступника. Ну, спрошу я, зачем я буду его до срока беспокоить? Хотя бы я и улики против него имел. А засади я его, не вовремя. Хотя бы я и знал, что это он. Так я ему этим определенное положение придам. Теперь он арестант. Так он, пожалуй, так сказать, и успокоится психологически. И уйдет от меня свою шкалупу. Оставь его, так сказать, одного. Со всеми одного. Но, чтобы знал, каждый час и каждую минуту, что я все знаю, всю подноготную, что я на иночно слежу за ним. Ей Богу, задумается, запутается. Затревожит сам себя насмерть. Да так, что и право же сам и придет. Урок хорош. Это ведь даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. Пусть его погуляет пока, пусть. Ведь я же знаю, что он моя жертва, что он никуда от меня не убежит. Тем паче же, что я слежу, да и мерой принялся. Да готовы и было, куда убежать. Все равно не убежит. Психологически не убежит. По закону природы. Видели когда-нибудь бабочку вокруг свечки? Так он будет. Вокруг меня, как вокруг свечки, кружится все суживая и суживая радиус. И хлоп. Прямо мне в рот и влетит. А я его ей проглочу. А уж это очень приятно. Не веритесь? Эвстор, брат. Пугаешь ты меня и хитришь. Нет у тебя доказательств. А ты просто с толку сбить хочешь? Раздражить меня преждевременно. Да в этом состоянии и прихлопнуть. Да натура-то следователя помогает. Вот беда. Он-то кажется и солжет. Человек-то этот инкогнито. И отлично солжет. На хитрейшем манерам. Тут бы кажется и триумф. А он хлоп на самом интересном месте. В обморок-то и упадет. Натуру-то не сумела рассчитать. Да в другой раз начнет он дурачить подозревающего человека. Да и побледнеет. Как бы нарочно. Да уж больно как-то натурально побледнел. Он и опять подаст мысль. Батюшка, Родион Романович, что же вы так побледнели-то? Не душно ли вам, не растворить ли окошечко? Не беспокойтесь, пожалуйста. Порфей Петрович, я наконец ясно вижу, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и сестры Елизаветы. Повторяю вам, что мне давно уже все это надоело. Если вы находитесь, что имеете право арестовать меня, арестуйте. Но смеяться тебе в глаза и мучить себя. Я не позволю! Слышите? Не позволю! Не позволю! Тише, батюшка, тише, ну! Не позволю! Не позволю! Ведь услышат, ведь придут! Воздуху! Воздуху! Отпустите свежего! Да водицы! Водицы! А высь поможет! О, голубчик! Этак вы себя так с ума сведете! Испейте, голубчик! Да выпейте хоть маленечко! Ну-ну! Да-с! Припадочек у нас был-с! Господи, да как же себя эдак-то не беречь! Ну, вот и Дмитрий Прокопич! Вчера приходил! Ага! Согласен! Характер у меня язвительнейший! Скверный! А-а-а! А не вон, что из этого вывели! От вас, что ли, приходил? Нет, не от меня! Но я знал, что он к вам пошел! И зачем пошел! А-а-а! Знали-с? Знал, так что же из этого? А-а-а! То, что я и не такие еще ваши подвиги-то знаю! А-а-а! Обо всем известен-с! Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили! Кто-то знает, все-таки знает! Негодование-то уж очень сильно у вас кипит! А-а-а! Благородное, так сказать, от полученных обид! Вот вы и мечетесь, чтобы заставить всех заговорить! И с тем, чтобы разом все покончить! А-а-а! Ведь так? Угадал настроенница-то? Господи! Да вы садитесь! Ну, Христа ради! Тут-то-то-то-то! По ночам ходить! В колокольчик звонить! Да про кровь расспрашивать! Болезнь! Родион Романович! Бред у вас! Это у вас все в одном бреду только и делается! Не в бреду! Это было наяву! Наяву, слышите? Понимаю все! Слышу! Да вы вчера все это говорили, что не в бреду-с! Ну, будь вы действительно как-нибудь замешаны в это проклятое дело! Ну, устали бы вы напирать, что не в бреду все это делали, а в полной памяти! Совершенно, по-моему, напротив! А? Ведь так! Али вот, насчет господина Разумихина! Так ведь именно должны бы вам говорить, что от себя приходил! И скрыть, что с вашего наущения! А вы не скрываете! Даже упираете, что с вашего! Лжете вы! Вы все лжете! Сами прекрасно знаете, что у преступника лучшего вертка по возможности не скрывать, что можно не скрыть! Не верю я вам! А я вам скажу, что верите! Уж на четверть оршины поверили! А я сделаю так, что и на целый оршин поверите! Потому истинно вас люблю и искренне вам желаю добра! Окончательно вам скажу! Да вы через эту вашу мнительность даже здравый взгляд на вещи извольны потерять! Да вот, например, хотя бы на ту же тему, так сказать, насчет этих колокольчиков! Это какую-то драгоценность! Это таки факт! Я вам так с руками и ногами-то и выдал! Ну так ли я должен был поступить? Подозреваю я вас хоть немножко! Напротив! Усыпить! По вашему же выражению, подозрительность! Да неожиданно и по теме не вогонус! Лжешь! Лжешь! Я угол! Ну хорошо! Бред! Грёзы мерещились! Да отчего же в бреду именно такие-то грёзы всё мерещатся-то, а? А не прочее! Ведь могли быть и прочее! Так? Повторяю! Я хочу знать! Признаёте вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Ага-га-га-га! Эка и комиссия! Да для чего вам так много знать-то, а? Коль вас ещё не начинали беспокоить нисколько, а? Ха-ха-ха! Ребёнок! Дай да подай! Огонь в руки! Ха-ха-ха! А? Сами напрошуйтесь! Зачем? Повторяю вам, я не могу дольше выносить! Чего? Неизвестности? Не язвите меня! Я не хочу! Не могу и не хочу! Слышите! Слышите! Тише, тише, тише! Я вас серьёзно предупреждаю! М? Поберегите себя! Я не шутил! Я не могу себя мучить! Арестуйте меня! Обыскивайте! Ну, и свальте действовать по форме, а не играть со мной! Не смейте! Опять! Форма! Договорю же вам, что совершенно вас пригласил по-домашнему! Этакс, совершенно, так сказать, по-дружески! Не хочу я вашей дружбы! Не хочу и плюю на неё! Плюю и ухожу! Ну, арестуйте меня теперь! А сюрпризик-то разве не хотите посмотреть? Какой сюрпризик? У меня за дверью сидит... Да я запер! Чтоб не убежал! Вот ключ! Лжош, ты все! Лжош! Шут проклятый! Я все понимаю! Ты дразнишь меня! Чтобы я себе выдал, да? Да уж больше себя выдать нельзя, батюшка Родион Романович! Ведь выступления пришли! Да вы не кричите! Ну, вон, людей позову! Лжош, ничего не будет, зови людей! У тебя фактов нет! У тебя только одни догадки дряные, заметовские! Ты хотел меня до иступления довести! А ничего не будет! Ничего! Вообразится же человеку! А, идут? Ну, давай! Давай, давай, давай! Я готов! Ну, что ж такое? Ведь я предупредил! Да, что там такое? Арестанта привели Николая! Да не надо! Прочь, подождать! Да ладно! Прочь, рано еще! Подожди, когда позовут! Зачем его привели? Зачем его привели? Чего ты? Виноват! Мой грех! Я убивец! Что такое? Я убивец! Как? 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 Кого ты убил? Алену Ивановну и сестрицу ихнюю и Елизавету Ивановну я убил топором Батюшка Родион Романович Эдекс нельзя Нечего вам тут Видите, какие сюрпризы Вы, кажется, этого не ожидали Да ведь и вы не ожидали Батюшка Родион Романович А на ручке-то как он рожит Да и вы дрожите Порфирий Петрович Дрожил Не ожидался А сюрпризик-то так и не покажете? Говорит у самого зубки-то во рту колотаться Иронический мой человек Ну, само До свидания А по мне так лучше прощайте Ну, это как Бог придется Как Бог Бог придется Сюрпризик Что за сюрпризик Был он Или нет Что было бы, если бы Николай Не подоспел Ведь мог тебя выдать Мог Что же это я Нежной поминки Там Соня Что вам? Что вы? Виноват В чем? В злобных мыслях Обидно стало Как вы изволили Тогда приходить И В контору звали И про кровь спрашивали Так Так вы из того дома? Там же Тогда же В воротах С ними стоял Али Запамятовали? И это все Все, что он знает Так это Вы сказали Порфирию Что я приходил Да Я сказал Я За минуточку До вас был И все Слышал Как вас Истязал Где Когда? Да тут же Я За перегородкой Все время просидел За оговор И за злобу Простите Бог простит Мы еще поборемся Ну и что? Там уже Пир горой Не имею понятия Я же говорил вам Что не пойду Впрочем Кажется еще Не вернулись С кладбища Позвольте потревожить Где-то У меня тут был Общий вывод Положительного Меме метода Ага А говорится, что не пойдете Это же верно Для вашей будущей Компаньонки По кому не то по вашей? Это вы о ком? Да как же Все о ней О прекрасной натуре О дочке покойника Что я За вздор Во-первых, для коммуны Она до конца еще Не готова У нее слишком мало Независимости Самостоятельности Впрочем, несмотря ни на что Она отлично понимает иные вопросы То есть Например, о целовании рук То есть, значит, мужчина Оскорбляет женщину Целованием у ней рук Вы мне лучше вот что скажите-ка Настолько ли вы коротки С этой молодой особой Чтобы попросить ее Теперь же На минуту сюда А что на похороны Никого не приглашали Только на поминки Всех Приглашал, кто пришел Никто не пришел Почти И не забывай Вытирать им носики Поля, у тебя есть платок? Соня, дай Поле платок Хорошо, Катерина Ивановна Не беспокойтесь Смелей, господа Подовая сироты Заждались Мое почтение А где подполковник? Вы имеете в виду Господин штабс-капитан? Увы, просил извинить Без задних ног Пардон То есть Булин со вчерашним вечером Ну что ж Прошу садиться, господа Позвольте А это что такое? За Неимением С платьев Ну, знаете Что делать? Почтеннейший Надо уважить Вдовицу Да А где же Петр Петрович? Я ради него Пригласила даже Этого Скверного Мерзавца Лебезятникова Родион Романович Боже мой Какое счастье, что вы пришли Напротив Считаю за честь Прошу покорнейше Извинить, что он не мог быть На похоронах Ну что вы Не стоит Не стоит Не стоит Садитесь Прошу вас Господа Господа Прошу садиться Этот Раскольников Там Сейчас Только Пришел А что? Ну так Я вас Попрошу остаться Здесь Не оставлять меня Наедине с этой Девицей Тело пустяшное А вы ведут Бог знает что Я не хочу Чтобы Раскольников Там Передал Понимаете Про что я говорю Да Ну так Во первых Софья Семеновна Пожалуйста Извините меня Перед многоуважаемой Вашей матушкой Что я По обстоятельствам Независящим Принужден Манкировать И Не буду Сегодня у вас На блинах То есть На поминках Такс Сейчас скажу Это еще не все Но и для кого Были все эти Приготовления А во всем Это кукушка Виновата Смотрите на нее Чувствует Что мы об ней Говорим Да только Понять не может И глаза Вылупила Ну просто Сова Сычиха Ну Земля Пухом Просила ее Как порядочную Пригласить народ Получше Вы посмотрите Кого она привела Господи Шуты какие-то Чумички И полячишки Эти Никто Никто Никогда Их здесь Не видывал Ну откуда Они взяли И зачем Они пришли Пане Эй Вы блинов Брали? Да Поехали Возьмите еще И Лиссабонского И водки Ужас А этого олуха Зачем привели Он же из своей Конуры Никогда Не выходит Эй Сударь Курицу Не хотите ли? Да вас Спрашивает Курицу Не хотите Еще Нет? Курицу Курицу Не имея Так сказать Одной корки Насущной пищи На завтрашний день Сегодня покупается Ямайский ром И Прочие А потому Мое мнение Что Деньги Нельзя Да и просто Опасно Давать в руки Екатерине Ивановне Я не знаю Это Она только Сегодня Такс Это раз В жизни Ну-с Так имейте Ввиду А теперь Благоволите Принять На первый случай Посильную сумму От меня Лично Вот Десять рублей Благодарю Я вам очень А не очень Вам бог Очень Очень Будет вам благодарна По мере сил По мере сил Весьма и весьма Желаю однако Чтобы имя мое Присем Не было упомянуто Вам бог Я все слышал Я все видел Это благородно То есть Я бы Я бы хотел сказать Это Гуманно Помянем Постойте А где же Соня Амалия Ивановна Вы не видали Соню А вот же она Соня Ну ты даже На похоронах Собственного отца Неаккуратно Садись Родион Романович Посадите ее Подли себя Где же ты была Меня Катерина Ивановна Петр Петрович К себе пригласили И Просили передать Свои глубочайшие Так они сказали Свои глубочайшие Извинения Разумеется Частная благотворительность Не только Не искореняет Зла радикально Но Более Питает его Так что всякий благотворитель Безусловно Совершает Социальную ошибку И тем не менее На ваш поступок Я смотрел С удовольствием Да-да-да Мне это Нравится Помянем Сонюшка Когда я заканчивала Институт Так жалко становилось Сидит бывало Смотрит на меня Из угла Так и хочется Приласкать А потом Подумаешь Приласкаешь А он опять Напьется Это вы Насчет чего Позвольте А впрочем Здор Вдова Вдовица Пас Помянем Понимаете Родион Романович У него в кармане Пряничного петушка Нашли Петушка Мертво Пьяный идет А про детей Помнит Вы сказали Петушка Помянем Давай его сюда Соня Давай Вот Извольте взглянуть Родион Романович И дальше Пусть посмотрят Кто тут Кого Получше будет Я Дочь полковника Или всякие Шлепохвостницы Я Я Приглашали Но они Не пришли Я намерена Открыть В родном городе Пансион Благородных Девиц Родион Романович Ох Соня Какая прекрасная жизнь У нас тогда начнется Господи Какая я слабонервная Пора заканчивать Разносить бы чай Девеша Чистое белье Пансионный промен Должен буль Одна такая Хорошая дама Чтоб Про белье Хорошо Смотрели Здорово Мельтия Мария Ивановна Это Ваша Девеша Забота Костелянши А не Директрисы Я только Доброе желаю Я Ошень много Добра желаю Да уж А мне за квартиру Давно уж гельд не платили Ошень Ошень Вы много Добра желали Покойник здесь еще лежал А вы меня уже за квартиру Мучили Я тех Дам Приглашал Но они не пришли Они Потому что Те дам Ну Благородный дам Они не могут Пришли К неблагородной дам Вы Амалия Ивановна Чумичка А потому Не можете судить Что значит Истинное благородство Май Патер Ауз Берлинбул Благородный Шеловек Ошень Ошень Важный Шеловек Он Обе рук По каману Ходил И все Делал Фуф 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 Если Буль То он В Петербурге Молоком Торговал Неин Я Амалия Фан Мой Фатер Звал Йоган Он Бульбургмайстер А у вас Фатер Никогда Не Бульбургмайстер Никогда Если Если Хоть Раз Если Вы Хоть Еще Один Раз Амалия Людвиговна Собоставите На одну Доску Вашего Фатеришку И моего Папеньку Я Ваш Чепчик Ногами Растопчу Подлая вы тварь Амалия Людвиговна Да я Суд на вас Да я Генерал-губернатору Это Нам так И сказали Как можно Как можно Идти Там Это Девиц Жоль Тебилет Ах Вы Колбасница Петр Петрович Петр 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 Позвольте Судар Позвольте Папеньки Вашего Как вам Известно Я совсем Не имел Чести Знать А в ваших Распрях Участвовать Не намерен Я желаю Объяснить Немедленно Спать Через Вашей Софьей Ивановной Кажется Так Позвольте Пройтись Извините Что я Может быть Прерываю Но дело Довольно Важное И я Даже рад Препублике Софья Ивановна Со стола Моего Тотчас же Вслед за Посещением Вашим Исчез Принадлежавший Мне Государственный Кредитный Билет Сто Рублевого Достоинства Извольте Рассудить За подозритель Андрея Семеновича Я никак не могу Ошибиться Ошибиться в счете Тоже не мог Ибо за минуту Перед вашим Приходом Подвел итог И нашел его верным Согласитесь Сами Что припоминая Ваше смущение Торопливость А также беря В соображение Общественное положение Ваше Я так сказать С ужасом И даже Даже против воли Моей Принужден был Остановиться На подозрении Конечно жестоком Но справедливым И я вас стал Как Я предоставляю вам Посильное подаяние Так точно И вы тут же Платите мне Подобным поступком Нет Это уж не хорошо Необходим урок Как истинный друг Прошу вас Опомнитесь Иначе буду неумолим Ну-с И так Я ничего не брала Вы дали мне 10 рублей Вот Возьмите их А в остальных 100 рублях Вы так и не признаетесь Господи А Марья Ивановна Надо будет Дать знать Полицию Покорнейше Прошу вас Пошлите за дворником Я так и знаю Что он Навагаван Да Акадия Лихо Как Вы ее По краже Обвиняете И ты туда же Подлая ты Куриная Прусская нога В кренолине Не понимали Господи Это Соня Это воровка Да она подлец Тебе еще денег даст Соня Да как ты посмела Взять у него эти 10 рублей Да дай Их сюда Вот тебе Ой Уймите эту сумасшедшую Это я-то сумасшедшая Ах ты Судейский крючок Низкий человек Да она из комнаты Не выходила Как пришла от тебя Сударыня Стало быть деньги должны быть при ней Ну так обыщи Сударыня Обыщи ее Только если не найдешь Ты ответишь Голубчик Сударыня Я до сударя дойду К царю побегу В ноги брошусь Думаешь не пустят Думаешь не пустят Добегу Уймитесь Ложь Дойду Ты думаешь она кроткая Да я бродбойкая Сударыня Уймитесь прошу вас Уймитесь прошу вас сударыня Я готов Обыщись Но это следует при полиции И довольно затруднительному щине По причине пола Ну тогда Пусть кто хочет ее обыщет Сонюшка Вывороти им карманы Вывороти им карманы Вот 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 Изверг Пустой А вот тебе Еще один Буховка Маш Маш Сквак Тих Долой Однако Нет Это не я Я не брала Я не знаю Сонюшка Так и быть Оставляю в туне Довольно Как это низко Какая низость Что это значит Андрей Семенович Это значит Что вы Клеветник Так точно Вы Это Мне Да в уме ли вы Я то в уме А вот вы Мошенник Так точно Вообразите Он сам Своими Собственными Руками Отдал Сторублевый Билет Софье Семеновне Я Видел Я Свидетель Я Присягу Приму Да Приму Хотя Это Противоречит Моим Убеждениям Так Точно Да вы Рехнулись Лебезятников Я Видел Видел Вы ей Тихонько Подсунули В дверях Прощаясь С нею Правой рукой Жали ей руку А левой Левой Положили в карман Бумажку Что вы Врете Что Что он Врет Что Как вы могли Стоя у окна Увидеть бумажку Вам померещилось Это под слепые глаза Не померещилось Я Стоял Не около окна Я сидел Ближе И все видел Андрей Семенович Как я в вас ошибалась Вас Бог послал Защитите ее Дичь Дичь Вы мельете Сударь Я подложил С какой целью Для чего Что общего У меня с этой Тогда то я подумал Что вы Для благодеяния Подсунули Только хотите Скрыть от меня Потому что Знаете что я Отрицаю Благотворительность От Софьи Семеновны Потому что Хотите ей Сурприз Сделать И хотите Испытать ее Придет ли она К вам Благодарить Когда она идет Или наоборот Ну как это Говорится Ну как это А ну Ай Чтобы Правая рука Не знала Что Левая Как это Вот так Какое мне дело Что вы там подумали И почли Это не доказательство Сударь А я вам говорю Что вы лжете Лжете И клевещете На меня Со зла Что я не соглашался На ваши Вольнодумные И безбожные Социальные предложения О куда ты заехал А не в ту степь Да А какое касательство Жалкий ты Подлый человек Зови полицию Я Присягу приму Во Это по делу Я вот Только Понять не могу Почему Он рискнул На такой Низкий поступок Я могу Объяснить Для чего Если надо Сам присягу Приму Все это происходило Вчера вечером А теперь Представьте себе Что ему удалось бы доказать Что совсем Наворовка Тем самым Он доказал бы Моей сестре и матери Что был прав Что справедливо Рассердился за то Что я поставил На одну доску Сестру и Софью Семеновну Что нападая на меня Защищал честь своей невесты Одним словом Меня он надеялся Поссорить с родными А сам опять Пойти к ним в милость Кроме того Он мстил мне лично Потому что имел основание Считать что честь и счастье Софьи Семеновны Очень для меня дороги Вот весь его расчет Вот и вся причина Другой быть не может Похоже Так Это должно быть Именно так Он ведь меня и спрашивал О вас потихоньку От Софьи Семеновны Тут ли вы Среди гостей Пани Лайдек Канавия Господа Прошу вас Прошу вас Сделать одолжение Одолжайтесь Чему желаетесь А? Простите Это что же Угроза? Не на того напались Напротив Вы же еще и Ответите Что прикрыли уголовное дело В суде не так Слепый и не пьяный Я пьян? Нет Это вызов Согласен Выдрать его И дело с концом Дело Амалия Ивановна Я вам обещаю Что здесь в сию минуту Будет полиция Где полиция? Кто Воваль? Я хозяйка Амалия Ивановна Господин Амалия Ивановна Амалия Ивановна Амалия Ивановна Далай с квартир Марш Вс Навуг Что ж Слушай, пора и мне. Но со Семеном посмотрим, что вы теперь скажете. Если завтра приду, скажу тебе, кто убил Лизавету. Субтитры создавал DimaTorzok Что там теперь? Скандал. Амалия Ивановна с квартиры гонит. Катерина Ивановна правда побежала искать. Ах, боже мой, боже мой. Пойдемте скорее. Вечно одно и то же. Побудьте со мной. А что, Соня? Ведь Лужин мог бы вас упрятать во строк-то. Положим, он не захотел. Ну, а если бы захотел? Говорите лучше прямо. Чего вам надо? Либо вы только за тем, чтобы мучить пришли. А ведь ты права. Мучить. Только зачем? Правда, зачем? Что с вами? Что с вами? Ничего не пугайся. Помнишь, я вчера хотел тебе сказать Олизавете, вот я и пришел сказать. Так вы это в самом деле вчера? Почему же вы знаете? Знаю. Нашли что ли его? Нет, не нашли. Так как же вам про это известно? Угадай. Зачем вы меня так пугаете? Так не можешь угадать? Нет. Нет. Поглядите, как хорошенько. Угадала? Господи. Полно, Соня, не мучь меня. Что же вы это над собой сделали? Странная ты какая, Соня. Себя не помнишь. Нет тебя теперь не счастней никого в целом свете. Так ты не оставишь меня теперь, Соня? Нет. Нет. Никогда и нигде. За тобой пойду. Всюду пойду. В каторгу пойду. Господи. Зачем же ты раньше не пришел? Я еще, Соня, может, в каторгу-то и не хочу идти. Так как вы такой смогли на это решиться? Да. Да что бы ограбить? Перестань, Соня. Как же это? Сами последние отдаете? И что бы ограбить? Господи. А те деньги, что вы Катерине Ивановне отдали? Нет. Эти деньги были не те. Успокойся, Соня. Это мне мать прислала. А те деньги? Я даже и не знаю, были ли там деньги. Эх, Соня. Я ведь только вошь убил. Бесполезную, гадкую, зловредную. Этот человек-то вошь. Да ведь и я знаю, что не вошь. Все, я вру, Соня. Совсем тут другие причины. Голова у меня очень болит. У меня сердце злое. Ты это заметить и можешь много объяснить. Да. Предположил лучше, что я зол, завислив, мерзок, мстителен, самолюбив. Ну и пожалуй, наклонник к сумасшествию, уж все за раз. Я тебе сказал, что не мог содержать себя, а знаешь ли ты, что мог. Я озлился и не захотел. Как паук в угол забился. По самым суткам не выходил, все лежало, думался, спрашивал себя. И понял я, Соня, что никогда не поумеют люди. И догадался я, что у них только один закон. Кто многое посмеет, тот над ними властелин. Стоит только посметь. Понимаешь, мне вдруг это ясно представилось, как солнце. Наклониться и взять власть. Я осмелиться захотел и убил. Вот вся причина. Молчите. От Бога вы отошли. Кстати, когда я лежал и думал там в темноте, это ведь меня дьявол смущало, а? Не смейтесь, вы ничего не понимаете. Я совсем не смеюсь, Соня. Я все знаю. Все переномал тогда. Всю муку этой болтовни я выдержал. Про карьеру. Про Наполеона. И так она мне надоела, чтоб захотела все забыть и вновь начать. Нет, не для того я убил Соню, чтоб матери помочь. Вздор. Не для того я убил, чтобы взять власть и сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. Для себя? Я просто захотел поскорее узнать, вошли я или человек. Смогу я переступить или не смогу? Тварь ли я дрожащая или право имею? Это убивать? Убивать-то право имеете. Эх, Соня. Я одно хотел тебе сказать. Черт меня туда потащил. А уж после объяснил, что я не имел права туда ходить. Что я такая же вошь, как и все. Разве я старушонку убил? Я себя убил не старушонку. Так таки разум и ухлопал навеки. А старушонку эту черт убил, а не я. Довольно, Соня, довольно. Оставь меня. Что теперь делать? Что делать? Встань. Соня, поди сейчас, сиюшую минуту, встань на перекрестке, поцелуй землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух, я убил. Тогда Бог тебе опять жизнь пошлет. Пойдешь? Пойдешь? Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ли, на себя надо, Соня? Страдание принять на себя и скупить себя им, вот что надо. Нет, Соня, я не пойду, я к ним. Кажется, жить будешь, разве это теперь возможно? Ну как ты будешь с матерью говорить? Господи, да что, ведь ты уже бросил мать. Ну как же без человека-то прожить? Не будь ребенком. Зачем я пойду, в чем я виноват перед ними? Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плутые подлецы они, Соня. Еще скажут, убил, а денег взять не посмел. Трус и дурак. Ничего они не поймут. Не пойду я к ним. Замучаешься? Я, может, еще сам на себя наклепал. Может, я еще человека не вошь. Я еще поборюсь. Я такую муку нести целую жизнь. Привыкну. Есть у тебя крест. Нету, Витя. На, возьми мой кипаристный. У меня другой остался. Медный Лизавитин. Мы с ним поменялись. Я ей образок дала. Она мне крест. Возьми. Вместе ведь крест понесем. Не теперь. Потом. Лучше потом. Как на страдания пойдешь, так и... Софья Семеновна, к вам можно? Извините. Я так и думал, что вас застану. То есть, я ничего не думал в этом роде, но я именно думал... Там у нас, Катерина Ивановна, с ума сошла. Вот. Она ведь к начальнику Семену Захарычу бегала. Как его? Ивану Афанасьевичу. Да-да, именно. Дома его не застала. Он обедает у какого-то другого генерала. Вообразите, махнула туда. Настояла, вызвала из-за стола. Вы можете представить, что там вышло. Ну, ее стали гнать, а она сама его обругала и чем-то в него пустила. Но, не знаю, я не знаю, как ее не взяли, это я понять не могу. Но теперь там у нас... Она всем об этом рассказывает, но понять невозможно. Трудно, она бьется и кричит. Кричит, что возьмет теперь детей и пойдет на улицу шарманку носить. То есть, не шарманку, а сковороду и будет в нее бить. А дети будут петь и плясать. Непременно рихнулась. Петь и плясать, петь и плясать, петь и плясать, петь. И помешалась. Я говорю вам, непременно помешалась. Говорят, какие-то бугорки в мозгу, в чахотке вскакивают. Я пытался ее убедить, но она меня не слушала. Нет. Убедить в чем? Как в чем? Если человека логически убедить, что он совершенно не должен плакать, он не будет плакать. Ну, это же, это же так ясно. Но один профессор в Париже делал замечательные опыты по излечению сумасшедших логическим убеждением. Правда, он употреблял лечебный душ, и некоторые, конечно, подвергали его метод сомнению. Один. Совсем один. Может, в каторге-то действительно лучше. Не сердись, Роди. Я только на одну минуту. Брат, я теперь знаю все. Мне Дмитрий Прокофьевич все рассказал. Тебя мучают и преследуют по одному глупому и гнусному подозрению. И это с любовью. Я вполне понимаю, как возмущено в тебе все. Интересно, она бы выдержала мое признание? Прости меня, что попрекнула тебя прежде. Будь у меня такое же горе, я бы тоже ушла ото всех. Нет, это не выдержало бы. Эдакие никогда не выдерживают. Мать, я успокою. Но, Роди, приди хоть раз, вспомни, что она мать. А я пришла только чтобы сказать, что если я тебе в чем понадоблюсь или понадобится тебе вся моя жизнь, то кликни меня, я приду. Прощай. Дуня! Этот Разумихин очень хороший человек. Деловой, трудолюбивый, честный, способный очень сильно любить. Прощай. Да что это, брат? Разве мы в самом деле навеки прощаемся, что ты мне такие завещания делаешь? Обнять? Хоть руку подать. Все равно. Прощай. Прощай. Что ж такая тоска-то? Прямо какая-то вечность на оршине пространства. Ну да, закат. Все из-за этого. Вот и удержись тут, Англупостей. Не то, что к Соне. Гду не пойдешь. Родион Романович, Родион Романович, Родион Романович, я вас везде ищу. Она ведь намерение это свое исполнила. Она увела детей. А Соня? Просто в выступлении. То есть не Софья Семеновна в выступлении, а Катерина Ивановна. Впрочем, и Софья Семенова в выступлении. А Катерина Ивановна совсем в вступлении. Хуторочек стоит в том лесу соловей. Громко песни поет. В хуторочке живет молодая вдова. А где сковорода? Ну, какая сковорода? А, она, собственно, взяла таз, но, по всей видимости, уже потеряла. Господи, какие бестолковые дети. Ну, что ты делаешь? Иди сюда. Иди сюда, Коля. Иди сюда. Соня, ну что? Екатерина Ивановна, пойдемте домой. Ну, что? Ну, перестань, Соня, перестань. Я уже тебе сказал, что не вернусь к этой пьяной немке. И довольно мы тебя мучили, Сонюшка. Довольно. Я их теперь сама кормить буду. Коля, идем. А, Родион Романович. Родион Романович, растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умнее нельзя сделать. Даже шарманщики добывают, а мы благородное семейство сирот. Нас тут же же все отличат. Катерина Ивановна, думаю, что вам, как будущей директрисе пансиона благородную делиться. Ой, ой. Эх, славные бубны за горами. Прошла мечта. Все нас бросили. И генералишка этот, знаете, а я в него чернилицей бросила и убежала. Пускай теперь все видят, как дети чиновного благородного отца, который каждый день, который всю свою жизнь, можно же даже сказать, умер на службе. Вот пускай, пускай мы к нему теперь под окна каждый день ходить будем. Он еще своего места лишится. Вот увидите, да. А как поедет государь, я стану на колени, этих вперед выставлю и скажу, защити! Защити нас, отец! Сударыня! Сударыня! Ну, Полюшка, давай вспоминай! Я же тебя учила! Давай споем по-французски! Ну, Поля! Поля! Сударыня! Потому по улицам запрещено! Ну, что запрещено! Я все равно, что как с шарманкой хожу! Что запрещено! Оля, давай, ну, пожалуйста, я тебя прошу! Мамочка, пойдемте лучше! Да мы пойдем! Мы отрепетируем и пойдем! Мы пойдем на Невский! Там люди высшего общества нас тотчас же заметят! Сударыня! Насчет шарманки надо дозволение иметь! Понимаете? А вы таким манером народ сбиваете! Дозволение! Я сегодня мужа схоронила! Боже мой! Какие бестолковые дети! Какие вы все бестолковые! Боже мой! Да и у меня-то тоже вам ведь и нет! Сударыня, возьмите, пожалуйста! Возьмите, сударыня! Благодарю вас! Благодарю вас, милостивый государь! Полный, 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 сударыня! Благодарю вас! Давайте я вас провожу домой! Ой, да перестаньте! Вы ничего не знаете! Мы благородное семейство! Просто мы вергнуты в нищету, потому что… А где дети? Коля! Лида! Воротите же их! Воротите их! Жуч Hate! Короче, можете деться, идитеalg�ите его, вызовите вашу лайты Skywalker! Помогите? Она разбилась в кровь! Нет, она не разбилась. Это из горла. Чехоткас. Господи, ко мне ее надо поскорее. Осторожно, осторожно. Давайте, давайте. Вот так. Вот и Господи. А вы что здесь встали? Пошли все отсюда! Ну-ка, быстро! Пошли, пошли, пошли! Ну-ка! Лишите, Катерина Ивановна, лишите. Дети где? Ах, глупый. Ну чего вы побежали? Так вот, значит, как ты живешь, Соня. Ни разу я у тебя не была. А вот и привелось. И сосали у тебя девочка. А теперь кончим бал. Все. Бери их. С рук на руки. А с меня довольно. Надо бы священника. Не надо. Не надо священника. У кого есть тут лишний, целковый, а? Нет нам не грехов. Нету. Бог и без того должен простить. А не простить так и не надо. Помоги мне, Соня. А это еще кто таков? Знакомая, Дина. Помещик. В полдневный жар. В долине Дагестана. Свинцом в груди. Лежал недвижим я. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Доволена. Пора. Уездили клячу. Надорвалась. Умерла? Я хотел сказать, что всю эту возню, похороны и прочее беру на себя. Этих двух птенцов и Полечку помещу в сиротское заведение получше. Положу им по тысяч пятьсот рублей до совершеннолетия к капиталу. Софья Семене будет спокойней. Да и самой помогу. Другую жизнь начать. Так что передайте Авдотье Романне, что эти ее десять тысяч я вот так вот и употребил. С чего это вы так и разблаготворились? Эх, недоверчивый вы. Я же вам говорю, лишние у меня эти деньги. Ну, а просто по человечеству не допускаете, что ли? Не помоги я. Ведь с Полечкой то же самое, что с Софьей Семен случилось бы. А ведь покойница не вожь какая, не какая-нибудь старушонка-проценщица. Что ж теперь? Лужу ему жить и мерзости делать, а детям умирать? Почему вы знаете? Я же вам говорил, за стенкой вот тут стою. У мадам Рейсли. Там Копернаумов, а здесь мадам Рейсли. Да. Старинная и преданнейшая приятельница. Сосед. Вы? Я. И могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал вам, что мы сойдемся. Ну вот и сошлись. Лучше какая-нибудь борьба. Какой-нибудь вызов, нападение. Свидригайлов. Или Порфирий. А если Свидригайлов пойдет к Порфирию? День добрый, Родион Романович. Да, здравствуйте. Панихиды по моему распоряжению два раза в день служат аккуратно. О похоронах тоже похлопотал. Вы-то завтра будете? Да-да, непременно. А я, пожалуй, не пойду. С меня похорон довольно. Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой. Право. Слушайте и глядите, а как будто не понимает ничего. Надо бы нам с вами поговорить. Завтра же. Трактир на Забалканском проспекте знаете? Я там буду с двух по полудня и до пяти. Моё почтение. Эх, Родион Романович, всем человекам надобно воздуху. Воздуху-с. Прежде всего. Вот что, мне там чёрт с вами со всеми, с вашими секретами, я просто пришёл узнать окончательно, сумасшедший ты или нет. Только изверг и подлец может так поступать с матерью и сестрой. Или сумасшедший. Следственно, ты сумасшедший. Вот ты сидишь и говядину жрёшь. Точно три дня не ел. Точно. Три. А ну, положим, и сумасшедший тоже едят. Но только ты не сумасшедший. Вот клянусь, прежде всего не сумасшедший. Довольно, это я только так. Душу отвезти. Кстати, про убийство этой старухи-то. Отыскался убийца. Один из тех самых красильщиков. Всю эту сцену драки и смеха, помнишь, мы тут говорили? Это он всё сам нарочно устроил. Именно для отвода. Ну, каково? Поверить трудно. Да всё сам разъяснил, сам признался. Гений притворства. Я-то как вляпался. Защищал их, на стену за них лез. Откуда ты знаешь? От Порфирия. Он отлично мне всё разъяснил. Психологически. Мать твоя больна со вчерашнего дня, серьёзно. Авдотья Романна сама не своя. А бог с тобой. Я знаю, что теперь делать. Что ты будешь делать? А тебе-то какое дело? Смотри, ты запьёшь. А почему ты это узнал? А впрочем, это так. Я запью. Я говорил о тебе вчера со своей сестрой. Я ей сказал, что ты очень хороший человек. Что ты её любишь, я не говорил. Она и ты сама знает. Она сама тебя может полюбить. А может быть, уже любит. Вот что. Я тебе ещё раз говорю. Куда бы я ни пошёл, куда бы я ни отправился, будь с ними. Я тебе так сказать. Их доверяю, Разумихин. Родька. Родька. Видишь ли. Чёрт. А куда ты хочешь отправиться-то, а? Подожди. Если секрет, пусть. Пусть. Я секрет узнаю. Уверен, это какой-нибудь вздор. Пустяки. А это всё так. Родька, ты отличнейший человек. Отличнейший. А я хотел тебе сказать, что ты давеча хорошо рассудил, чтобы не узнавать никаких секретов. Оставь пока место. Всё в своё время узнаешь. И именно тогда, когда надо будет. Мне вчера один человек сказал, что человеку нужно воздуху. Воздуху. Так к тебе ходит Авдотья Романовна. И ты сейчас пойдёшь к человеку, который говорит, воздуху надо больше. Воздуху. Так стало быть, это письмо, оно что-нибудь с того же. Какое письмо? Письмо сегодня получила. Её очень встревожило. Я про тебя заговорил, она просила замолчать. Я, потом она сказала, может, мы скоро расстанемся. Потом ушла, заперлась. ну, Родька, а я дурак. Так подло с моей стороны. Ты это об чём? Я, я было тоже, вздумал, одно время. А, впрочем, вздор. Вздор. Прости и прощай, Родька. Пить не буду. Теперь не надо. Врёшь. Так ты всё-таки вздумал, было. Но зачем Порфирий отводит ему глаза? Нет, не может Порфирий верить, что убийца Миколка. Что ж он тогда задумал? А если Светригайлов уже побывал у него? Мог ведь за эти дни. Правда, зачем ему? Как зачем? А Дуня, если у него всё же какие-то замыслы на её счёт, теперь может угрожать мне. Или уж прямо ей угрожать, что донесёт на меня. Да. Но тогда он вряд ли уже донёс. А письмо-то? Письмо не от неволи. Теперь найти Светригайлова и всё разузнать. Не ждали гостя, Родён Романович? Давно, давно собирался завернуть. Вот прохожу, думаю, почему не заглянуть. Минут на пять проведать. Собрались куда? Ну, не задержу. Только одну копироточку, если позволите. Объясниться пришёл. Голубчик Родён Романович. Объясниться. Странная сцена. Последний раз произошла между нами, так сказать, Родён Романович. я чувствую, что очень уж я виноват перед вами, выхожусь. Лжо, лжо, лжо! Тут я вспомнил стадику вашу, в журнальце-то. Когда мы о ней с вами говорили, я поглумился. Так ведь это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. А теперь вам скажу, что ужасно люблю, то есть, как любитель эту первую юную горячую пробу пирас. Дым, туман, струна звенит в тумане. Мне все эти ощущения знакомы. Да и статейку я вашу прочел, как знакомую. В бессонной ночи и в выступлении она замышлялась. С подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. Статья ваша и нелепая, и фантастичная. Да в ней мелькает такая искренность, такая в ней бордость юная, неподкупная. В ней смелость отчаяния. Она мрачная. Статья, да это и хорошо. Прочел ее тогда и подумал, ну, с этим человеком так не пройдет. Видите, Родион Романович, ну, все к одному-с, ну, как тут было не повернуться в известную сторону-с? А ведь у меня уже и Николка была тогда в руках, да. Видишь, с фактами-с. Ну, со страстями-то попробуйте справиться. Ведь и следователь человек-с. Отрекается. От всего отрекается. Господи, неужели? Да ведь вы что думаете, что я у вас-то тогда с обыском не был? Был-с. Был-с. Был-с, когда вот вы здесь в постельке больной лежали. Был-с. Неофициально, не своим лицом, но был-с. До последнего волоска все было осмотрено. По-перым даже следам-с. А им зон-с-то ничего. Ну, вот, Родион Романович, таким вот образом я и дошел до последних столбов-с. А как стукнул столбом, так и опомнился. Нет, говорю, что это я. Ведь если захотеть, то можно это до последней черты и в другую сторону все объяснить. Да еще и натуральнее выйдет. Нет, думаю, мне хотя бы черточку, хотя бы махочкую черточку, но чтобы только руками взять, можно было. Да как услышал тогда про эти ваши колокольчики, так весь даже и замер, даже и дрожь прохватило. Ну, думаю, оно. Тысячу бы рублей в ту минуту я дал, чтобы только в свои глаза на вас посмотреть, как вы с мещанинчиком-то рядом шли после того, как он вам убийцу в глаза сказал. И ничего, спросить не смели. Отрекается или нет? Если бы не развел он садом Миколка. Помните, ведь это был Громс. Мой грех. Я убийец. Ну, а как я его встретил-то? Ведь ни на грош не поверил, ведь ни на столичка. Вот что значит укрепился, как адаманс. Нет, думаю, морген фри. Какой уж тут Миколка. А мне Разумихин говорил, что Николая вы и теперь обвиняете. Первонаперво, это еще дитя несовершеннолетнее. Не то чтобы трус, а так, вроде как художник какой-то. Петербург на него сильно подействовал. Особенно женский пол. Ну и вину. Митька! Айс! Восемь-то скоро! А ты торопишься, что ли, куда? Принцессы ждут? А ведь он из раскольников. Вернее, просто сектант. У него в роду и бегуны бывали. В деревню себя. Целых два года у некого старца под духовным началом был. Ну, в Остроге-то видно и вспомнился честной старец. Да и Библия опять тоже. А вы знаете, что значит у них пострадать? Это ведь не то чтобы за кого-нибудь. А так просто пострадать надо. Страдание, значит, принять. Ну, а от властей-то тем паче. Страдание принять на себя и скупить себя им. Вот что надо. Нет, батюшка. Родион Романович, тут не Миколкос. Тут дело фантастическое, мрачное. Нашего времени случаи-с. Когда сердце человеческое помучилось. Когда цитуются фразы, что кровь освежает. Когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Нет, тут книжные мечты. Тут решимость особого рода. Решился, как с колокольней слетел. Дверь за собой забыл притворить. Денег взять не сумел. А то, что сумел, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда в дверь ломились. И колокольчик звонил. Нет, он опять, припомните, этот колокольчик идет. Холоду спинного опять испытать потребовалось. Ну да, это, положим, болезни. А то вот еще. Двоих убил, а за честного человека себя почитает. Людей презирает. Бледным ангелом ходит. Какой уж тут Миколка, голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Так кто же убил? Как кто убил? Да вы и убили, Родион Романович. Вы и убились. Вы меня, Родион Романович, кажется, не так понялись. Я именно с тем пришел, чтобы все сказать. И дело повести на открытую. Это не я убил. Выс? Выс, Родион Романович. И больше некомус. Опять вы за старое, Порфирий Петрович. Все те же приемы. Полнотец. Что мне теперь эти приемы? Признаетесь вы или нет, в эту минуту мне все равно. Ну, про себя-то я и без вас убежден. Кали, так, я задаю вам прежний вопрос. Зачем вы меня во срок не берете? Да зачем же я вас на покой-то посажу? Сами знаете, Кали, проситесь. Да и говорил я вам, вся эта психология о двух концах. А кроме нее, против вас-то у меня ничего и нет пока. И хоть я вас все-таки посажу, о чем я пришел объявить, но я вам прямо скажу, что это мне будет невыгодно. Так вот, зачем вы пришли. Не только с… Будучи искренне к вам расположен, с… Верьте, не верьте, делаю вам открытое предложение. Учинить явку с повинной. Послушайте, это ведь не только смешно, это даже бесстыдно. Сами же говорите, что ничего у вас нет. А что, если вы вообще ошибаетесь? Угу. Не ошибаюсь, Родион Романович, черточку такую имею, послал Господь. Какую еще черточку? Все ту же самую, что ли? Этот колокольчик? Не скажу-ся. Ну, не обязан же я вам все, так сказать, все, сразу и выложить. А? Во всяком случае, права не имею больше отсрочивать. Посажу-ся. На покой. Эх, Родион Романович, не совсем ведь словам-то верьте, может быть, не совсем на покой-с. Это ведь только теория. А засадея вас, ну, месяц-два, ну-три посидите, а там вдруг и явитесь. Вы помяните мое слово. Так зачем же ждать-то, а? Теперь же явиться это вам будет бесчислено выгоднее. Это чем же? Как чем? То известно ли вам, какая за это вас последует сбавка-то, м? Ведь вы когда явитесь? Когда уж другой на себя преступление принял? Ну, а я так устрою, что и ваша явка выйдет совсем неожиданной. Всю эту психологию уничтожу. Все эти подозрения против вас в ничто обращу. Так что и выйдет ваше преступление в виде помрачения. Да, но по совести помрачение-то и есть. Я честный человек, Родён Романович. Я слово сдержу. Эх, не надо. Не стоит. Не надо мне вашей сбавки совсем. Э-э-э, этого я и боялся. Ну, как не надо сбавки, как не надо? Нетерпеливый вы человек, а? Ну, что же вы жизнью-то брезгаете, а? Ну, а много еще впереди ее будет? А? Что? Не верите? Наплевать. Да, наплевать. Теорию выдумал, да и стыдно стало, что уж очень неоригинально вышло. Вышло-то действительно подло. Это правда. Да ведь вы все-таки не безнадежный подлец-то. По крайней мере, долго себя не морочили, а разом до последних столбов дошел. Ну, а теперь что, струсили? Ага. Теперь уж поздно трусить-то. Теперь уж справедливость. Вот и исполните, что она требует. Знаю, что не веруете, что слова мои принимаете, как рацею заученнуюсь. А вы лукаво не мудро в сути. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая. Она вынесет. Почем вы знаете? Может, вас Бог для чего и бережет? Вам теперь только воздуху надо. Воздуху. Воздуху. Да кто вы такой? Что за пророк? Кто я? Поконченный человек. Больше ничего. Пожалуй, чувствующий и сочувствующий. И знающий кое-что, но уж совершенно поконченный. А вы, кстати, а другая. Вам Бог, может, и жизнь приготовил. Ну, и уж то, что вас долго не увидит. Дело не во времени, а в вас самом. Встаньте с солнцем, и вас все увидят. Чему вы улыбаетесь? Что я такой шиллер? Даебюсь об заклад, что вы предполагаете, что я к вам подольщаюсь. Ну, а что ж, может, она и в самом деле подольщаюсь. Подольщаюсь. А вы когда думаете меня арестовать? Ну, денька полтора или два. Могу вам еще дать погулять. Подумайте, голубчик. Помолитесь Богу. Да и выгодней ей Богу. А ну, как я убегу? Нет, не убежите. Вы ведь ваш теорий-то уж больше не верите. Зачем же вы убежите? Без нас вам нельзя обойтись. Миколка-то, может, и прав, что страдания хочет. Да и вы на том же остановитесь. Остановитесь. Не смейтесь. Это дело хорошее. Да и вам давно. Воздух надо переменить. Прогуляться собираетесь. А, вечерок-то будет хорош. Да вот как бы грозы не было. А, впрочем, и лучше, если бы свежило. Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня сознался. Вы человек странный. Я вас слушал из одного любопытства. Но я ни в чем не сознался. Запомните это. Да, знаю. Запомню. Не беспокойтесь, голубчик. Воля ваша да будет. Есть у меня еще к вам просьбица одна. Щекотливенькая, важная. Если бы на случай, чему я, впрочем, не верю, пришла бы вам охота, так сказать, в эти сорок-пятьдесят часов как-нибудь дело покончить иначе. Фантастическим каким образом. Ручки так на себя поднять предположение нелепое. Но вы уж меня простите. Оставьте краткую, но обстоятельную записочку. И об камне упомяните. Благороднее будет. Ну, до свидания. Добрых мыслей, благих начинаний. Нет. Не было у него Свиндригайлов. И не пойдет. Да если Свиндригайлов вдруг и надумается донести, да плевать. Надоело мне это все. Только время терять. Нет, тут что-то другое. Что-то главное. Мне все кажется, у вас есть что-то к моему подходящее. Вздор какой-то. Что у нас общего? Даже злодействие. Чего же я от него жду? Ведь я жду чего-то. Чего-то нового, какого-то выхода, что ли. Во всяком случае, если он интригует против Дуни, тогда… Тогда я убью его. Господи, зачем я сюда зашел? Ну-ну, ходите, коли хотите. Я здесь. Я шапочку имею, соломину без лед. Купи мне их, любезной, купи мне их, мой свет. Я шапочку имею, соломину без лет. Довольно. Филипп, стакан. Я не стану пить. Пожалуйста. Как хотите. Я не для вас. Пей, Кать. Благодарствуйте. Благодарствуйте, Аркадий Иванович. Благодарствуйте. Вообразите. Я шел к вам домой, зачем-то свернул сюда на проспект. Я сюда вовсе никогда не сворачиваю. И как странно, что только поворотил, вот и вы. Зачем же прямо не скажете? Это чудо. Не чудо, а случай. Вот ведь какая складка у этого народа. Но ведь уже поверил чуду. А не хочет сознаться. Собственно, я сам назначил вам этот трактир. Да только вы, кажется, тогда Грезлина его вот забыли. Да. Действительно забыл. Верю. Да я не очень надеялся, что вы меня поняли. Хотя мои слова в памяти у вас отпечатались механически. Так же механически вы повернули сюда. Вот и все чудо. Почему же вы прятались от меня, если сами назначили? А почему вы, когда я первый раз пришел, притворились спящим? Я мог иметь причины. И я мог иметь причины. Господи, неужели мне еще с вами надо возиться? Вот что. Я пришел прямо сказать вам, если вы держите свое прежнее намерение насчет моей сестры и думаете воспользоваться для этого чем-нибудь из того, что было открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем меня во срок посадить. И второе, если вы хотите мне открыть что-нибудь, потому что в последнее время мне казалось, что вы как будто хотите, объявляйте скорее. Время дорого. Куда же вы так торопитесь? У каждого свои шаги. Вызывайте на откровенность, а сами отвечать не хотите. Все, думаете, у меня есть какие-то цели? Не буду разуверять вас, ей-бога, и гранистой цвечи. Половина пятого. Я ведь Чудовича пригласил вас. Это мне время дорого, поэтому просил прийти вас пораньше. Впрочем, могу поболтать с вами еще час. Ну, так зачем же вы приехали в Петербург? Зачем? Признаться, больше насчет женщин. Только что похоронили Марфу Петровну. Ну да. Так что же, зачем я буду себя сдерживать? Да не будь этого, застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Я понимаю, что, что порядочный человек обязан скучать, однако же… А вы способны застрелиться? Не простите мне слабость. Но что делать в бою и смерти? Не люблю, когда говорят о ней. А как же призраки Марфы Петровны? Да черт с ними! Вы больны. И опасно. И при том пустейший фамфарон. Мне пора. Посидите, право. Я не буду больше болтать с Доро о себе, то есть. Хотите, я расскажу вам о женщине, которая меня, выражаясь вашим слогом, спасала? Нет уж. От разговоров о ваших женщинах увольте. Я, собственно, говорил о вашей сестре. Вот вам и ответ на первый ваш вопрос. О моих намерениях. Да я и теперь вполне убежден, что вы приехали сюда с видами на мою сестру. Эх, полноте, она терпеть меня не может. Да и в этом я убежден. Да только дело не в ней, а в вас. Убеждены. Вы правы, она меня не любит. Но никогда не ручайся с делах между мужем и женой, или любовником, или любовницей. Тут всегда есть уголок, известный только им двум. Впрочем, я охмелел. К черту. Да оставьте вы свои подлые россказни. Низкий вы человек. Шилер, Шилер-то наш. А знаете, я вам нарочно это так и буду рассказывать, чтобы слышать ваше вскрикивание. Наслаждение. И еще бы не наслаждение. Рассказать все это при таких обстоятельствах, да такому человеку, как я, разжигает. Ну, если вы это можете осознавать, то вы и сами порядочный циник. Впрочем, вы и делать можете многое. Искренне сожалею, что мало с вами переговорили, но да вы от меня не уйдете. Филипп! Я шапочку имею, соломину без лент. Кофи мне их любит. Так что вам направо, мне налево. Или, пожалуй, наоборот. Адью, монплезир. До радостного свидания. Что? Что такое? Кажется, уже сказал. Я от вас теперь не отстану. Что? Сегодня утром моя сестра получила какое-то письмо. Я желал буду завериться лично. В чем? Вы сами знаете. Дурачок. Что, если я сейчас полицию кликну? Клич? Смотрит все с подозрением. Эй, Кивы, все из-за того, что я о вашем деле не заговорил? Вам это показалось странно. Верно я ведь его угадал. Нарочно не заговорил. Решил отложить до следующего раза. Вот и будь после этого деликатным. И подслушивать у дверей? О, ну-ка, да. Подслушивать нельзя. А старушонок лущить можно? И при том, не расскажи ничего, Шиллер смущается поминутно. Что же это происходит, батюшка? Может, я старый человек, знаете, отсталый, не понимаю ничего. Так вы объясните Бога ради? Просветите новейшими началами. Хотите меня раздразнить? Напрасно стараетесь. Все равно не отстану. Слушайте, может, вам уехать куда-нибудь? В Америку. Денег, что ли, нет? Так я отдам на дорогу. Я совсем об этом не думаю. Понимаю. Нравственный вопрос у вас в ходу. Вопросы гражданина и человека. Так что ли? Ну, так ступайте, объявите по начальству, что вот, дескать, случилось со мной. Такой казус. В теории ошибочка вышла. Аль, не хочется. Ну, тогда и вопросы по боку. Шиллер, что ли, мешает? Коль и так, нечего балусоваться. Не надо заниматься ни своим делом. Ну, застрелить все. Тоже не хочется. Довольно. Адью. Какой подлец. Как я мог ждать от него хоть чего-нибудь. Я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь. Во-первых, этого никак нельзя сказать, Анлица. Во-вторых, вы должны выслушать Софьу Семеновну. В-третьих, я вам кое-что покажу в доказательство. А Софья Семеновна предупреждена? Разумеется, нет. Неужели вы не понимаете? Тут Малиша неосторожность равняется домов. А если ее нет дома? Подождем. Впрочем, вероятно, дома. Не такой сегодня день, что по гостям ходить. Она родственницу похоронила. Одним словом, если вы не согласитесь, войти ко мне. Я отказываюсь от всяких разъяснений и ухожу. Неужели же я так страшно? Хоть я и знаю, что вы человек без чести, но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед. Тут еще одна комната моей хозяйки. Сдается в наем. Снять охотников пока не нашлось. За той дверью комнаты Софьи Семеновны. Стул я принес из своей комнаты, чтобы удобнее было подслушивать. Вы подслушивали? Да. Все разговоры Софьи Семеновны с Ордионом Романовичем. Два вечера сряда. Мое письмо полностью основано на его словах. Но этого не может быть. Вы ведь намекаете на какое-то преступление, будто бы им совершенное. Но я еще и до вас это слышала. Я знаю, как и от чего это выдумалось. Это гнусное, смешное подозрение, глупая сказка. Я вам не верю. Как угодно. Я слышал полный исповедь. Он убийца. Этого не может быть. Нет, ни малейшего повода. Ни малейшей причины. Ложь. Он ограбил. Вот вам причина. Разве он мог? Ведь вы его видели. Разве он может быть вором? Софьи Семен также не верила, а он ей объяснял. Что объяснял? Дело длинное, Эвдотья Романовна. Тут как бы вам это выразить? Своего рода теория. Ну, пойдемте ко мне. Тут и сесть-то негде. Ну, давайте. Эх, Эвдотья Романовна. Теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в особенном порядке не было. Русские люди широкие. Люди широкие, как их земля. И чрезвычайно склонны к фантастическому и беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности. Впрочем, я не виню Родиона Романовича. И никогда никого не виню. Вам ведь это известно. Помните, как много мы переговорили на эту тему с вами вдвоем. Сидя по вечерам на террасе в саду. Куда же вы, Эвдотья Романовна? Я хочу видеть Совсеменну. Совсемен не вернется до ночи. Я так полагаю. Так ты лгал. Все лгал. Успокойтесь, Эвдотья Романовна. Успокойтесь. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу. В три дня отправлю. Он наделает добрых дел, много добрых дел. Все загладится. И еще великим человеком может стать. Подлец, он еще насмехается. Пустите же меня. Куда же вы? К нему. Где он, вы знаете? Когда вы успели запереть? Нельзя же кричать на резду. Вовсе я не насмехаюсь. Подождите, не ходите к нему. За ним следят. Уже попали на след. Вы только доведете его до бешенства, и он сам себя выдаст. Давайте сядем вместе, обсудим. Я за этим вас и позвал. Да разве можно его спасти? Как вы можете его спасти? Все в ваших руках. Одно ваше слово, и он спасен. У меня есть друзья деньги. Я сделаю паспорт нему, вам, вашей матушке. Зачем вам какой-то? Разумихин, я так же люблю вас. Я вас бесконечно люблю. Не надо на меня так смотреть. Ну, скажите, сделайте, я сделаю. Я все сделаю. Я невозможно сделаю. Позвольте мне поцеловать краешек вашего платья. Отварите же. Я не могу слышать, как оно шумит. Вы что, не понимаете, что вы убиваете меня? Открывайте дверь. Там нет никого. Хозяйка ушла. К Каперновному вы далеко. Где ключ? Откройте. Я ее потерял и никак не могу отыскать. Это насилие. Насилие. Да кто вам поверит? С какой стати молодая девушка пришла одна на квартиру к одинокому человеку? Подлец! Впрочем, вы совершенно правы. Насилие мерзость. В том смысле, что его никак нельзя доказать. Но ведь на совести вашей ровно ничего не останется, если его положим добровольно. Уступьте. Подумайте об этом. Судьба вашего брата, вашей матери. В ваших руках. А я буду ваш раб. За всю жизнь. Я вот здесь буду ждать. Ба, да это револьвер-то мой. А я его искал. Наши деревенские уроки стрельбы не пропали даром? Не твой ты револьвер, а Марфы Петровны. У тебя не было ничего своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Не с места! Один шаг, и я выстрелю. А как же брат? Я из любопытства спрашиваю. Доноси, если хочешь. Ты жену отравил. Я знаю, ты сам убийца. Вы в этом твердо уверены? Да, ты мне сам говорил. Ты говорил мне о яде. Я знаю, ты за ним ездил. У тебя было готово. Даже если бы это была правда, то причина в тебе. Лжешь! Я тебя всегда ненавидела! Всегда! Эх, Авдотья Романовна. Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели. Помните, вечером-то при луне-то соловей-то еще свистал. Лжешь! Лгу? Ну, пожалуй, что и лгу. Женщина про такие вещицы напоминать не следует. Знаю, что выстрелишь. Зверок хорошенький. Ну, стреляй же. Что ж, промах. Стреляйте ещё. Я жду. Что же вы курок-то не взводите? Так я вас первым успею взводить. Оставьте меня. Я выстрелю. Я убью. В трёх шагах. Нельзя, не убить нельзя. А коли не убьёте, тогда… Осечка. Зарядили неаккуратно. Там у вас ещё капсюль есть. Поправьте. Я подожду. Отпусти меня. Неужели ты не любишь? И не сможешь никогда? Никогда. Вот ключ возьмите. И уходите. Скорей. 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 Два заряда и капсюль. Никогда не любил воды. Даже в пейзажах. Но… Ведь вот, казалось бы, теперь уж всё равно… А тут-то именно и разборчив стал. Точно зверь, который место себе выбирает. Других нет. Все заняты-с. Прикажете что-нибудь-с? Чай есть? Это можно-с. Есть ещё телятина-с. Водка-с. Закуска-с. Чай и телятина. Слушаюсь. Деревья. Не люблю этот шум. Должно быть под окном тут какой-нибудь сад. Что у Марфы Петровны. Всё бы вам теперь пожаловать. И место пригодное. И минута. А ведь именно теперь-то вы и не придёте. Фу, черт. Да это мышь. Я же телятину на столе оставил. Чёрт. Возьми. Где она? Вот она. Вот. Кошмар во всю ночь. Уж лучше вообще не спать. Шелин, однако ж. Это Раскольников. Уже теперь Шелин порядочный. Со временем ещё больше будет. Теперь ему слишком жить хочется. Насчёт своего пункта это народ подлецы. Да чёрт с ним. К чёрту, к чёрту. Где этот сад? Садкаж. Эфи. Садкаж. Эфи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но, стало быть, под куст. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вот. Славный куст. Весь мокрый. Нет. Не охота под куст. Ба. Да вот и место. Чего лучше при официальном свидетеле. Да это же просто Ахиллес. Ну? Каска у тебя. Как у Ахиллеса. Здесь не место. А я, брат, собрался. В чужие краи. В чужие краи. В Америку. Я же сказал, здесь не место. Отчего же не место? Да это неважно бороться. Весто хорошее. Так что если буду спрашивать. Так и передавай. Въехал, мол, в Америку. В... Тихо. Садись, Родя. Садись, голубчик. Устал, должно быть. Ой, как ты испачкался. Я, мамаша, вчера под дождём был. Да нет же. Да нет же, нет же. Ты думаешь, что я тебя сейчас допрашивать начну, так ты не тревожишься. Я раз и навсегда рассудила, где мне понимать твои соображения, где мне отчёты от тебя требовать. У тебя Бог знает, какие планы. Мысли в голове. А я буду тебя под руку толкать. Ой, Господи, Боже мой. Да что ж это я? Я вот, вроде, тут статью твою читаю, уж который раз. Многого не понимаю. Да, наверное, так и должно быть. Где мне? Покажите. Я как увидела, так сразу яхнула. Вот, значит, чем он занимается. Вот, значит, где разгадка всех вещей. Я, хоть и глупая, Родя, но смею судить, что весьма скоро ты станешь одним из самых первых людей, если не самым первым в ученом нашем мире. Да как они могли подумать о том, что ты помешался? Да и я тоже, глупая. Это ж так убиваться, глядя на то, как ты живёшь. А теперь-то я знаю. Я знаю, что стоит тебе только захотеть, ты сразу всё достанешь. Умом, талантом. Это теперь ты просто не хочешь. Гораздо важнейшими делами занимаешься. Оставьте, маменька. Я сейчас пойду, пожалуйста, выслушайте меня. Маменька, что бы ни случилось, что бы вам ни сказали обо мне, будете ли вы любить меня так, как теперь. Родя, Родя, да что с тобой? Да как ты можешь спрашивать такое? Да кто мне чего и скажет? Я им поверю, просто прогоню. Маменька, я пришёл вас уверить в том, что всегда вас любил. И хоть вы несчастны будете, знайте, что сын ваш любит вас больше, чем себя и никогда не перестанет любить. Ну и довольно. Надо было этим начать. Что с тобой, Родя, я не знаю, но по всему чувствую, что великое горе тебя поджидает. Я всё время об этом думаю, думаю, ночами не сплю. Эту ночь и Дунечка всю в бреду пролежала и всё о тебе вспоминала. Я расслушала что-то, да и не поняла. Родя, куда ж ты? Ты едешь, что ли, куда-нибудь? Еду. Так я и думала. Ну, куда ж ты едешь? Далёко? Очень далёко. Что ж там, служба? Карьера для тебя? Что Бог пошлёт. Прощайте, маменька. Мне пора. Как уже сегодня? А мне с тобой нельзя? Помолитесь за меня. Может, ваша молитва и дойдёт. Дай же я тебя перекрещу. Благословлю. Вот так. Ой, Господи, что ж мы делаем-то? Я, Родя, когда тебя ещё увидела в первый раз, тогда, когда приехала, я всё, всё, всё сразу угадала. И потом, когда дверь отворила, потом посмотрела, думаю, вот он пришёл. Час роковой. Родя, ну ты же не сейчас едешь? Нет. Ведь ещё не навек, не навек ты ещё придёшь. Завтра. Приду. Страдания, испытания. Зачем всё это? Что после двадцати лет каторги, раздавленной муками, идиосту в старческом бессилии я буду лучше осознавать, чем теперь сознаю? Нет. Просто душа моя смирится. Буду хныкать. Называть себя разбойником. Ну да, так и будет, а как же иначе? Капля камень точит. Этого-то им и надо. А ведь каждый из них сам подлец и разбойник. Уже по натуре своей. А хуже того. Идиот. Сиюшу минуту встань на перекрёстке, поцелуй землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух, я убил. Тогда Бог тебя опять жизнь пошлёт. Что происходит? Иampsия на крыше. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Нет. Что происходит? Судьба, поклонись! Вч Adrian Cherry, Мочалки! Мочалки! Кому мочалки? Ты всё-таки здесь, нянька моя. Нянька. Ну, значит, так тому и быть. Пока место ещё подымлось. Надо в человека войти. Зачем? Чем гажа, тем лучше. Может, к Никодему Фомичу? На квартиру? Обойтись это к домашним образом. Нет, нет. К пороху. Пить так пить. Чашу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Никого нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА видом не видать, а русский дух. Как это там в сказке? Забыл. Моё почтение. К нам? По какому? Я признаюсь вам, э-э, как, как, извините. Раскольников. Ну что Раскольников, неужели вы могли предположить, что я забыл? Родион Ра… Родион Романович. Да-да, да-да, Родион Романович, Родион Романович. Вот этого я и добивался. И даже многократно справлялся. Я признаюсь вам, искренне горевал, что мы так с вами тогда… Мне потом объяснили, молодой литератор, даже учёный, так сказать, первые шаги. Эх, о господи, да кто же из литераторов и учёных первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу, а жена так до страсти. Признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться. Да, думал, может вы… Да, может вы квартиру переменяете? Нет, я так только. Думал, что здесь найду Заметова. А-а-а, да, ведь вы же подружились, услышался. Ну, Заметова у нас нет. А, со вчерашнего дня на личности не имеется. А, перешёл, переходя, со всеми даже перебронился. Ветренный мальчишка, больше ничего. Вот, пойдите с ними, с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен какой-то хочет держать. Пофанфароник только, тем весь экзамен и кончится. Ведь это не то, что, например, вы. Книга, перо за ухом, аскет, монах, отшельник. Я отчасти тоже. Записки Ливингстона изволили читать? Нет. Угу, а я читал. И всё же, времена-то какие, я вам скажу, а? Какие! Жажда к просвещению неумеренна, но просветился и довольна. Зачем же злоупотреблять? Зачем оскорблять благородные личности, когда делают негодяй замету? Вот ещё сколько самоубийств распространилось, я вам скажу. Вы себе представить не можете. Всё это выживает последние деньги и самого себя убивает. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот сегодня утром сообщено о каком-то Ниле Павловичу. А, Ниле Павлович, как его, дентельмена-то, ну, на Петербургской-то застрелился. А, Свидригайлов. Свидригайлов? Застрелился? Как? Вы знали с Свидригайловой? Да. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Я ничего не знал. Но… Но мне по раз. Извините. Обеспокоил. Помилуйте. Сколько угодно. Удовольствия доставили. Я рад. До свидания-с. Ты кого? Мирис! А вы назад. Оставили что-нибудь? Да что с вами? О, с вами дурно. Стул. Давайте, давайте. Тихонечко, тихонечко. Так. Давай, давай, стул. Вот. Садитесь. Сядьте. Так. Воды. Воды, воды, воды. Вот. Выпейте воды. Это я. Что? Это я убил старуху, чиновницу и сестру Юлизавету топором. Я ограбил. КОНЕЦ 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 Чем? Чем мысль моя была грубее других? И чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он злодеяние. Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление. Нарушена буква закона. И пролита кровь. Ну и возьмите за букву мою голову. И довольна. Многие благодетели человечества, захватившие власть, должны были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги. И потому они правы. А я не вынес. И стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем мое преступление. В том, что я сделал явку с повинную. Зачем же я не убил себя? Неужели такая сила в этом желании жить? И так трудно одолеть его. А я? А я буду жить. Гнить здесь. Еще целых семь лет. Целых семь лет. Наши родные 대통령. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»